братья опы давайте начинаем работать систем будет такая что наш оппонент чистки стороны записи ставим будет говорить и мы будем отвечать на вопросах не на вопросах а на диспут ответе чисто на мои то чтобы я буду говорить на это из 80 минут и добавим его записи там не знаю сколько успеем это будет дополнительно то есть полчаса я не должен бог говорит больше 80 минут предупреждайте меня если что братья а Итак, уважаемый доктор Абушейб высказал свой ответ на наши доводы и также любезно согласился ответить на наши вопросы. И даже более того, так как его первый ответ был очень затянут, мы, к сожалению, не смогли его прослушать. И он был настолько добр, что согласился ответить второй раз более лаконично. Так как, уважаемый доктор, так как у нас по регламенту всего полчаса, но все же уважаемый доктор также любезно дал разрешение на то, чтобы мы говорили больше. И поэтому я, с вашего позволения, спешить не буду. Буду говорить не спеша, чтобы можно было разобрать каждое слово, которое я говорю и каждое утверждение, которое я буду произносить. Но при этом я буду стараться быть предельно лаконичным, так как я хочу, чтобы меня слушали. А если речь затянута, как правило, ленивые и некоторые люди, которых очень много дело и которые не хотят тратить время на ненужные им вещи, то, как правило, такие люди не слушают такую речь. Именно поэтому я также рекомендую уважаемому доктору стараться быть лаконичным. Это очень важно. Очень важно, так как в противном случае большинство людей просто вас не слушают. Итак, начнем. Но прежде чем приступить непосредственно к нашей теме, затронем тему методов, которыми пользуется доктор. «Уважаемый доктор Абушейк, вы сами сказали, что у вас нет опыта в дискуссиях и просили меня тренировать вас. Я покорно подчиняюсь вашей просьбе и хочу заметить, что в дискуссиях неприемлемо приписывать оппоненту тезисы и доводы, которых он не озвучивал. Например, вы сказали, что я использовал хадис о 12 халифах, чтобы доказать, что халифов будет только 12. Но вы сами прекрасно знаете, и мы чуть позже убедимся в этом, что на протяжении всего своего выступления я доказывал одну единственную идею, более того. Только одну идею. Халифа назначает только Аллах. Но я не стал спешить с выводами и задал вам вопрос. Где я использовал это предание, чтобы доказать, что халифов будет только 12? А вы ответили следующее. 14 вопрос. На 56 минуте 41 секунде вы сказали, что я использовал хадис о 12 имамах, чтобы доказать, что имамов только 12. Скажите, пожалуйста, на какой минуте его выступления я это сказал? Где я в своем выступлении, я доказывал, что халифов будет только 12? Я не говорю, что это вы говорите. Дальше. Теперь давайте послушаем, что вы сказали на 56 минуте 36 секунде своего выступления. Наш оппонент сказал, что это хадис довод на то, что 12 имамов у нас. На самом деле это не относится к сегодняшней теме, но он поднял вопрос. Я хочу отвечать, что ни в коем случае не является этот довод для вас первый. Аналогичная ситуация обстоит с моими 27, 33 и 37 вопросами. Вы приписываете нам доводы и тезисы, которых у нас нет. Мы не считаем, что халифат является целью. Мы не считаем, что никакие дела не принимаются, если нет халифата. Мы не считаем, что потомки Фатимы лучше всех, только потому, что они потомки пророка. Мы не считаем, что цель ислама в том, чтобы дети Фатимы получили власть. Наш уважаемый оппонент, если так строго относится к словам, которые в моей речи есть то, что он не говорил. Тогда сегодня посмотрим дальше, что он будет говорить, которое я никогда не говорил. Тем более, насчет 12 имамов я не сказал, что вы и хотите сказать 12. Я говорю, этот хадис, который он привел, доказывает этому, что есть 12 имамов. Я не говорю, что 12 имамов, это для вы доказываете для этого. То есть получается, что общий. Тем более, по-моему, не надо тратить время на то, что кто как говорил, Абушуайб говорил или кто-то, истину надо искать. Довольство Аллаха Аззаваджалла главное для нас. Дальше. Теперь давайте послушаем, что вы сказали на 56-й минуте 36 секунды. Мы не считаем, что цель истинга в том, чтобы... Я все это говорю не для того, чтобы обвинить вас во лжи и порицать вас, а для того, чтобы дать вам понять, что научная дискуссия требует, чтобы человек опровергал тезисы и доводы оппонента, а не каждый тезис и довод, с которым он сталкивался на протяжении всей своей жизни. Это неприемлемо в научной дискуссии. Научность дискуссии в том числе заключается в том, чтобы вы говорили по теме и опровергали озвученные оппонентом тезисы и доводы, а не в том, чтобы вы говорили очень долго, затянуто и обо всем, что придет в голову. Это во-первых. Во-вторых, уважаемый доктор, научитесь обосновывать все, что вы говорите. Этого также требует научность дискуссии. Нельзя в подобных вопросах удовлетворяться простым и ничем не обоснованным утверждением, даже если вам этого так сильно хочется. Например, вы сказали, вы ранее убиваете за слова «Ла илла илла илла». Я не стал сразу отрицать и дал вам возможность, причем очень легкую возможность, доказать собственное утверждение. Я спросил у вас самое минимальное, что вы должны знать в данном случае. Если вы, конечно, говорите правду. А именно, назвать хотя бы одно имя. А что вы ответили на мой вопрос? Двадцать восьмой вопрос. На тридцать первой минуте вы сказали, что в Иране убивают, если ты скажешь «Ла илла илла». Назовите одно имя. Хотя бы одно имя, кого убили из-за этих слов в Иране. Но когда мы уже все объяснили, потом мы жаловались на то, что вы почему включаете там Иран и так далее, и так далее. Слово «Иран» я вам, как пример, межнаучно разговариваем. А научный разговор – это должен обосноваться на практике, на анализах. Поэтому мы сравниваем, что есть люди, которые правители и страны себя называют исламским, а есть страны, которые не называют себя исламским. Хотя те, которые не называют себя исламской страной, там жить по исламу лучше, чем те, которые называют себя по исламу. И пример привел, например, Иран. на основе факторов и доводов и доказательств я сказал что в иране даже уничтожает мазжирах анусунова дома в москве так не дай в иране запрещает зарегистрировать этого ребенка а в москве так не делай визит в ираном у иране очень плохо в иране очень плохо тем кто живет фалара и надо тую это значит когда он говорит что нет достойно поклонению кроме аллаха то есть когда он никому не поклоняется кроме аллаха то есть когда он не говорит его мадът илия fossil ла над и ли я surplus и mia party или или что-то другой когда он только у аллаха дуа бросит только в аллах упов Mae только в аллаха боится и не подчиняет и не делает на равне о аллахом Какие-то имамии или какие-то другие люди. Вот такого человека убивают в Иране. Я вас попросил назвать хотя бы одно имя. А вы мне рассказали о том, для чего вы это привели в свои речи. Какое это имеет отношение к заданному вопросу. Вы не назвали ни одного имени, что должно расцениваться нами как безосновательность в утверждениях. Так как вы даже элементарные условия обоснованности не соблюдаете, не говоря уже обо всех его условиях. И таких примеров, когда вы говорите что-то от себя, огромное множество. Не хватит времени, чтобы все перечислиться. Обратите внимание, на протяжении 70 минут вы сослались на меньшее количество аятов и хадисов, чем я на протяжении всего лишь 35 минут. Это очень ярко свидетельствует об избранном вами методе, уважаемый доктор. Поэтому я настоятельно рекомендую вам впредь как можно усерднее избегать подобных бездоказательных заявлений. Это что касается избранных вами методов. А теперь ближе к сути. Как сказал сам доктор, темой нашего обсуждения является первый пункт нашего убеждения, согласно которому только Аллах назначает халифа и наместника. Также доктор говорил о том, что он будет говорить именно на эту тему. И сегодня мы будем разговаривать только на первом пункте, на первый элемент того, что Аллах назначает халифа. Мы доказывали, что только Аллах назначает халифа и привели четыре довода для этого. Но уважаемый доктор Абушаев не уделил именно этому вопросу даже минуты своего 70-минутного выступления. Даже одной минуты. Он говорил на разные темы. Вот основные темы, которые он затронул в своей речи. Первое. Власть не является целью ислама. А целью ислама являются права Аллаха и права людей. Второе. Халифами могут быть не только Ахля-ль-Бейт. Третье. Наместников, то есть халифов пророка, салаллаху алейхи ва алейхи ва салам, будет не 12, а больше. Четвертое. Он высмеивал идею о скрытом имаме, сравнивая его с Санта-Клаусом. И другие, не имеющие прямого отношения к обсуждаемой теме вопрос. Ни одной минуты своего выступления он не посвятил непосредственно обсуждаемому вопросу. Можно было бы подумать, что доктор не понял, какой вопрос мы обсуждаем. Но нет. Мы видим, что в начале своей речи он ясно и недвусмысленно дал понять, что прекрасно знает, о чем идет речь. Так почему же он не посвятил ни одной минуты своего выступления о провяжении доводов, которые мы доказывали, что только Аллах назначает халифа? Я с помощью Аллаха постараюсь разобрать его выступление и разложить его по полочкам, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что в речи доктора царит просто блестящая путаница и некомпетентность. И мы увидим, что понимание, которое имеется у доктора о данном вопросе, является бессвязным и отрывочным. Его понимание данного вопроса похоже на дом, который был построен из плохо совместимых и взаимоисключающих материалов, на болоте и без фундамента. Абсолютно негармоничное, непрочное и бесполезное сооружение, которое может удивлять, но не притягивать. Вы можете даже восхищаться автором данного чуда-сооружения, но жить в нем вы никогда не захотите, похода разум вас не оставил. В первую очередь, о чем мы говорили и на что были направлены приведенные мной доводы. Мы говорили о наместнике пророка, саллаллаху алейхи ва салам. Я доказывал, что Всевышний, согласно Корану, обязал себя указать на того человека, которым он хочет, чтобы люди подчинялись. Указать и назвать того, у кого он хочет, чтобы люди брали свою религию после послания к Аллаху, саллаллаху алейхи ва салам. А уважаемый доктор ушел от данной темы и настолько сильно расширил круг людей, которых он называет халифами, то есть наметниками, пророка, саллаллаху алейхи ва салам, что под это понятие стали подпадать фараон, Ленин и другие, которым, как он сам признался, отвечая на мой 25-й вопрос, Аллах не хочет и не хотел, чтобы люди подчинялись. Дело в том, что надо знать правильный Кур'ан. У Аллах фараона был власть, а у Аллах Ибрахима алейхи салам был ма'нави власть. Хиси улаз от ма'нави, чем отличается, это вы должны знать. У Ибрахима алейхи салам не было какое-то правительство. Он был имамом ма'нави, и у Аллах был в него ма'нави. Имеется в виду не в него, а в его потомстве. Потом, то есть, у самому Ибрахима алейхи салам был ма'нави власть, а у потомства был хиси власть. То есть, получается так, что в этом разница есть. Аллах аззо ажаллах хотел, чтобы люди не подчинялись фараону, и Аллах аззо ажаллах хотел, чтобы люди подчинялись Ибрахиму алейхи саламу. То есть, совершенно очевидно, что речь в обсуждаемой теме идет о ма'нави власти, как выразился сам уважаемый доктор, а не хиси власти. Другими словами, речь в обсуждаемой теме идет о легитимной, с точки зрения ислама, власти. Власти, которую Аллах хочет, чтобы люди подчинялись. А не о хиси власти, которая может быть как легитимной, то есть той, которой Аллах хочет, чтобы люди подчинялись. Например, как власть посланник Аллаха, Сулеймана или Давуда, а может быть и нелегитимный, то есть той, которой Аллах не хочет, чтобы люди подчинялись, как, например, власть фараона или Ленина. Поэтому имам и халиф, то есть тот, кто обладает Майанави властью, другими словами, тот, кому Аллах хочет, чтобы люди подчинялись и за кем следовали, может и не обладать государством, как Адам или Ибрахим, алейхимусалам. Сам доктор неоднократно говорил, что ни один из них не руководил государством, но в священном Коране Адам, алейхиссалам, назван халифом, а Ибрахим, алейхиссалам... Все, дальше уже вижу, что более-менее что-то по религии, а первые 10 минут никакой связи не имеет его разговор с религией. Просто хочет доказывать, что у Абушаева есть ошибки, недостатки, некомпетентность и так далее. Первые 10 минут. Но это же не является цель нашей целью, я с этим согласен, никаких наоборот могу сказать спасибо, и хочу сказать, что наш оппонент, который увидит у нас, у меня недостатки и проблемы, и ошибки, это на самом деле он увидит... Всего лишь час моих недостаток и ошибки и так далее. Их у меня очень много, которые он даже не видит дальше. Сам доктор неоднократно говорил, что ни один из них не руководил государством, но в священном Коране Адам, алейхиссалам, назван халифом, а Ибрахим, алейхиссалам, имамом. Другими словами, Исси власть никак не влияет на статус имама и халифа перед Аллахом. Если люди выберут его своим правителем, то он будет обладать Исси властью, а если не выберут, то не будет обладать. Но от того, что люди его не выберут своим правителем, он не перестает быть имамом и халифом. Как, например, в случае с Ибрахимом, алейхиссалам, который был имамом людей, но люди выбрали другого своим правителем, не его, так как Ибрахим, алейхиссалам, не был правителем, как признал сам доктор. А что касается тех, кто обладает Исси властью, то не каждый из них является халифом и имамом, то есть не каждый из них обладает Майанавией властью, как фараон или Ленин. Сам доктор это все прекрасно понимает и принимает. Но он смешал все это в одно, чтобы запутать следы наших доводов. Намеренно, по своей хитрости или неосознанно, по своему невежеству, это уже не важно. Поэтому я призываю доктора вернуться к обсуждаемой теме, а не касаться всех вопросов подряд, пытаясь избегать ответственности перед нашими доводами. Таким образом, имеется Майанавией власть, которой Аллах хочет и даже обязывает людей подчиняться. Очень интересно, он говорит, перед нашими доводами, пока никакого довода я от него не услышал, касающегося того, что Аллах, азаваджал, избирает правителя, ни одного довода не услышал перед нашими доводами. Все шиити говорят, что вот наши доводы, перед этим никто не может стоять, но я их не вижу что-то. Или, может быть, вы брать и скажете, что какой-то довод он говорил, что Аллах выбирает правителя. Что касается хиси и ма'нави, то он вообще не знает, что такое хиси и ма'нави. Я прошу прощения, это слово я обратно беру, потому что я не хочу оскорблять кого-то или что-то. Дело в том, что хиси и ма'нави не так переводится и не так понимается. Хиси и ма'нави – это термин тавсира, шарха и так далее. Это физически и не физически означает. Ма'нави – это выше, чем хиси и ма'нави – это значит отсутствие власа. Ибрахима, алейхиссалама, Аллах, аз-за-уджалла, назвал имамом не потому, что у него влас был, а потому, что он руководитель был, путоводитель был. Имам Абу-Халифа мы называем имамом не потому, что у него влас есть. То есть, имам и халифа – это разные вещи. Они могут быть одинаковые, они могут быть разные. Они могут использоваться для кафира, они могут использоваться для мусульманина. Например, какой-то имам в масджиде, он может быть имамом, но он не может быть халифом. То есть, эти вещи, то, что хиси – это значит ферауна и так далее, и так далее. Ну и что? Это вообще неправильно. Хиси – это везде, у каждого человека, который физически влас есть, это хиси. То есть, у Абу-Бакара, Умара, Усмана и Али, разъя Аллаху, у всех была хиси влас, но ни у кого из них не было ма'нави влас. То есть, ма'нави – это отсутствие власа. То есть, получается, что Али, разъя Аллаху, какой влас? Ма'нави – нет, конечно. Ма'нави – это когда нету. То есть, это очень глубокая тема, это мы начинаем с Суратул-Бакара, и вначале объясняем подробно с доводами. Совсем не так. Дальше. Таким образом, имеется ма'нави власть, которой Аллах хочет и даже обязывает людей подчиняться. И хиси власть, которая может совпадать с ма'нави властью, как в случае с теми пророками, у которых была хиси власть, а может и не совпадать, как в случае с Ибрахимом, алейсалам, которым Аллах хотел, чтобы люди подчинялись, как признал сам доктор, но люди выбрали своим правителем других людей, не Ибрахима. Поэтому не каждому, кто является правителем, Аллах хочет, чтобы люди подчинялись. Со всем этим согласен сам доктор. Это его убеждение. Я ему в данном случае ничего не навязываю. Это то, что он сам признал, и то, что я выбил из его речи. Но удивительно то, что, отвечая на 15 вопрос, уважаемый доктор сказал следующее. Он неправильно говорит, Аллах не хочет, чтобы люди подчинялись фирауну и так далее. Не хочет, хочет, это что? Это ирада. Их тоже бывают два вида. Таквини, ташрии. Аллах, аззава джалла, ташрии не хочет. То есть Аллах, аззава джалла, запрещает и не приказывает, чтобы подчинились фирауну. Но, он хочет в таквине, для этого и он дал власть. Все то, что происходит, это Аллах хочет. Это надо уже знать, потому что проблема в том, что надо знать правильно, чем отличается таквин от ташрии. То есть, Аллах, например, ты убил человека. Аллах хотел, чтобы ты его убил. Например, какой-то Абдул-Рахман убивает Ахмада. Аллах хотел, чтобы ты Ахмада убил. Если ты скажешь, нет, Аллах не хочет, чтобы ты убил. То неправильно, без охоты Аллаха ничего не происходит. Но это надо разделить. Что ташрии, Аллах не хочет. Он запретил убивать человека. А в таквине, без его воли ничего не происходит. Так что, поэтому, когда человек скажет, Аллах хотел или не хотел, чтобы люди подчинялись фирауну, Аллах хотел в таквине, а не хотел в ташрии. Это такие вещи, которые вообще даже... То есть, по-моему, он специально такое вещи говорит, чтобы людям воздействовать на людей, которые простые люди, которые его не понимают. Он глубоко ошибается в понимании ислама. Это вообще даже... Дальше что? То есть, как мы видим, несмотря на все вышесказанное, доктор утверждает, что Абу-Бакр является халифом, потому что он обладал хисси-властью. Хотя, уважаемый доктор, согласен с тем, что среди тех, кто обладает хисси-властью, есть такие, как фараон или Ленин, которым Аллах не хочет, чтобы люди подчинялись и за которым следовали. И у меня вопрос. Уважаемый доктор, где гарантия, что Абу-Бакр не был из числа этих людей. Как раз он снял свою настоящую маску с лица. Видите, что он говорит? Где гарантии, что Абу-Бакр не такой правитель, как Ленин и Фераун? Человек, которому Аллах, аз-за-ву-джелла, доверит Кур'ан, даже посланник не делал то, что Абу-Бакр, алейхиссалам, делал. Посланник даже не собрал мусхов и Кур'ан, как Абу-Бакр, Умар и Усман, алейхиссалам, делали эти дела. Тогда не читает, пусть наш мусхов. Мусхов Абу-Бакр, Умар и Усмана, они пусть даже не трогают и посмотрят в себе какой-то... Да, так и делали некоторые шииты. Они сказали, ну да, наш настоящий Кур'ан, это 17 тысяч аятов, Кафикули не пишет. И много придерживает такое. Они даже не считают это настоящее, потому что это Кур'ан Абу-Бакр и Умар, это временный Кур'ан у них. Представляете, человек, который Кур'ан собирает в одном мусхове, объединяет уммой, делает то, что пророк не делал, саллаллаху алейхиссалам, это вам надо благодарить Аллаху то, что ислам пришел во время Усмана в Азербайджан, и ислам пришел во время и так далее, и так далее. Вы бы кафирами были, если бы они не были. Ты их сравниваешь с Лениным и Фирауном, которых Аллах Аззава Джалла доверил. Аллах в Кур'ане говорит, «Алиф ламмим, залика л-китабу ла-райб». «Залика л-китабу л-китабу» Это книга, которую ты открыл, это является книгой. Она не была книгой, мол, рима пророка. Стала книга в Абу-Бакр, во время Абу-Бакр Сиддика, радия Аллаху анху. То есть, Аллах выполнил то, что обещал в Кур'ане, что она превратится в книги. Это через Абу-Бакр он делал. Этого человека сравнивает с Лениным и Фирауном. «Инна али Аллаху ва инна аилейх раджуун». Но у нас тема. Он сам прыгает в другое место. Это у нас отдельно будет тема про Абу-Бакр. Если хочет, могу доказать. Тема у нас какая? Обязательно ли? То есть у нас сегодня тема какая? Обязательно ли? То есть получается так, что можно ли выбрать своего правителя, самого людям? Или только Аллах назначает? Вот это наша тема. Какой связи есть с этой темой, чтобы я сейчас дальше говорил и время тратил про Абу-Бакр, и еще Аллах мы одинны, скажем дальше. Также признание уважаемого доктора является очевидным доказательством того, что люди не придают никакой легитимности власти. Легитимность власти придаёт только Аллах. То есть если люди выбрали кого-то своим правителем, то это вовсе не значит, что Аллах хочет, чтобы ему подчинялись. Другими словами, если Аллах хочет, чтобы люди подчинялись правителю, то его власть легитимна с точки зрения Бога и религии. А если не хочет, то нелегитимна. А то, что человек обладает хисси властью, то есть является правителем... Абсолютно запутался. Легитимна, нелегитимна не от Аллаха. Легитимна, нелегитимна это слово, которое латинское слово. То есть легитимна, нелегитимна это вообще буквально 400 лет назад было придумано. То есть оттуда везяли и распространяли на разных языках. Тем более, это никак не относится к шариату. Что Аллах зауджила делал какую-то власть легитимной и нелегитимной. То есть, когда Аллах хочет, чтобы ему подчинялись, то это будет легитимной. И когда Аллах не хочет, то это не будет легитимной. Я еще раз говорю, не происходят такие действия, где Аллах не хочет. Где Аллах, аззаводжилла, не хочет, чтобы это происходило. Никогда бы не стал Абу Бакар, алейхиссалам, правителем, если бы Аллах это не хотел. А если кто-то скажет, что нет, все равно бы происходило, он кафир. Потому что он рабубия отрицает. Но это уже надо научиться, что такое рабубия. Кроме этого, что касается любого правителя, то там не написано, какой правитель. Потому что даже хоть какой бы не был правитель, даже если он кафир, даже если он христианин, даже, например, ты должен подчиняться, чтобы не был фасад и зулам. В России, в Москве, если сегодня человек находится, несмотря на то, что в Москве правитель является христианин, ты должен подчиняться тех вопросов, где фасад и зулам, чтобы не был. Например, на красный останавливаешься, на зелёный проедешь. Это правитель, это конституция, это система, это закон кафира, ты должен придерживать. То есть не должен фасад делать и так далее. То есть каждому правителю надо в чём-то подчиняться. И каждому, даже Абу Бакар, алейхиссалам, первый, когда первое наступление, он какая была? Если я буду говорить вам что-то недозволено, то, что Аллах его посланник запретил, то не подчиняйтесь меня. То есть получается, что если защищать себя от фасады и зульма и не противоречить этому шариату, ты должен подчиняться даже христианину, а если это будет противоречить Курану и Сунна, то ты не должен подчиняться даже Абу Бакару, алейхиссаламу. Это не зависит от того, легативная власть, нелегативная власть. Это не зависит от того, что Аллах хочет подчиняться, не хочет. Это какая философия? Каждому правителю ты должен подчиняться, когда его слова не совпадают с Аллахом. То есть противоречить Аллаху и посланнику, то не подчиняться. 100 хадисей, больше 100 хадисей из посланника Аллаха сказали, подчиняйтесь правителю, даже если он будет тиран. Подчиняйтесь правителю, если он будет нарушать ваши права. Подчиняйтесь правителю, если он даже будет хабаш. Подчиняйтесь правителю, потому что если вы выйдете из джамаата, то это все, есть хадисы, причем тут негативно, Аллах когда на это свое придумал, он философия когда Аллах назначал кого-то, то тогда будешь подчинять значит Аллах хочет, чтобы ему подчинялись нету такой вообще ложь говорить на Аллаха у посланника дальше со всем этим я повторюсь, согласен сам доктор, по крайней мере должен быть согласен, если он верен своим ответом и своим утверждением поэтому весьма абсурдным выглядит его утверждение о том что люди выбирают себе правителем по своему урфу, то есть по своим обычаям, как выбор людей может быть фактором легитимности власти с точки зрения Бога и Ислама если люди не всегда выбирают себе правителем тех, у кого имеется маанави власть то есть не всегда выбирают тех людей, которым Аллах хочет, чтобы люди подчинялись и за которыми Аллах хочет чтобы люди следовали маанави власть значит Аллах хочет, чтобы им покрыть а где такое вообще? маанави это когда отсутствует например вам говорит Аллах Аз.А.Джалла говорит Аллах в начале сурата Аль-Бакар Аллах Аз.А.Джалла говорит в лицемерах Аллах поставил печат на их сердца это печат является маанави печать то есть на их сердце печата нету это маанави на самом деле печат не существует но это образно сказано имеется ввиду, что они у них лицемерие есть охватили их грехи и так далее например человек говорит другому ты разбил меня сердце вот это слово разбил это маанави то есть на самом деле он не разбил ему сердце это образно сказано а маанави власть это отсутствие власть а то как там дальше Аллах хочет, чтобы ему подчинялись получается так, что надо Коран знать хотя бы сурату Аль-Бакара чтобы человек знал чем отличаться хиси от маанави дальше так каким образом выбор людей может быть фактором легитимности уважаемый доктор это абсолютно не соотносится с вашими утверждениями с вашими ответами и с вашими убеждениями и еще другими словами единственная причина легитимности власти согласно исламу это желание Аллаха если он хочет, чтобы люди подчинялись кому-то то власть этого человека легитимна с точки зрения религии и он является имамом людей и халифом, наместником Аллаха на земле а если Всевышний не хочет этого то власть этого человека не легитимна с точки зрения религии а как мы можем узнать о желании Аллаха можем ли мы это понять потому что тот или иной человек стал правителем людей можем ли мы узнать о желании Аллаха только по тому признаку что тот или иной человек обладает хриси властью как например Абу Бакар можем ли мы сказать что его власть легитимна только потому что он стал правителем я и говорю нету это не надо знать Аллах же тебе не сказал что ты будешь знать кому подчиняться и кому не подчиняться ясно сказано в хадисе это уже отдельная тема он уходит от темы вообще в хадисе четко сказано подчиняйтесь своим правителям пока он вам не скажет а таату фи лмауруф когда какой-то правитель его слова противоречит в Коране и в Сунне то не подчиняешься а если не противоречит подчиняется это общее правило в исламе в Коране и в Сунне Аллах аззава о жаль говорит подчиняйтесь Аллаху и Посланнику правителям когда у вас будет спор и разногласия с правителем каких-то вещей верните это Аллаху и Посланнику то есть в Коране и Сунне вернитесь все ясно четко это какая философия даже противоречит эта философия курана что надо теперь знать какой оси как у мановы или надо знать про кого аллах сказали не сказали здесь планета планета вообще вот на этом планете из 200 правителей завтра если где-то там где-то в африке ислам мусульманский правитель будет или где-то где-то в другое месте мы будем уточнять это это и серии не хэси может быть на этом планете скоро будет 100 халиф будем проверять кто из них про кого аллах хочет и не хочет что за философия четко ясные религия они хотят перемещать там что-то грязь четко же написано подчиняетесь когда он вам не скажет против корани сунна больше 100 доводов есть на это это отдельная тема давайте тогда поговорим отдельная тема сегодня же не эта тема дальше так как не каждый кто становится правителем является тем кому аллах хочет чтобы люди подчинялись то есть не каждый кто обладает хисте властью является настоящим имамом и халифом например фараон сам доктор бушей признал что фараон обладал хисте властью но все же не хотел чтобы ему подчинялись поэтому как можем узнать о желаниияала как мы можем узнать о том что власть того или иного человека легитимно если легитимность власти придает только желании аллаха только самолол передает легитимность власти того или иного человека поэтому единственным критерием легитимность является назначение самого аллаха через своего посланника поэтому чтобы доказать что тот или иной человек является имамом и халифом необходимо иметь довод и прямое назначение из хорана или же из суммы то есть об этом должен быть или аят или же хадис поэтому выбор людей и улов не играть в ноги на этом долгие то что вы сказали философия это ложное это противоречит сама сама это то что мы слушали это суп противоречит хоране сумме общее правило где ясно сияет как солнце посланник аллах оставили сказать подчиняться где и не подчиняться на основе но это ложная философия теперь мы должны правило построить что про кого именно аллах каждый опыт служит все конечно так хорошо неправильно абсолютно неправильно дальше с критерием особенности с учетом того что выбор и желание людей в большинстве случаев противоречит воле бога в коране всевышний неоднократно говорит о положении большинства людей вот некоторые здесь хаят валики на актер на селяешь куму но большинство людей неблагодарны или же в другом я хорошо кораня лаза уже лагавит большинство людей неблагодарные что где я вам говорю что делайте то что большинство людей делает или я вас призываю к тому что вы демократические выборы были вы не поняли что такое урфу по урфу то есть абу бакар алейхиссалама или умар алейхиссалама или и так далее не смотрели на на большинство а по урфу решали это вопрос по урфу тем более если такой момент будет когда никакой другой выход нету то тогда ты должен людям рассказать достоинство ислама и доказать что ислам является именно успокоение и счастье и ислам вас спасает и так тщательно стараться чтобы повлиять это это все на практике показывать хорошо чтобы они поняли что из нами является единственный выбор это ваша обязанность для этого и мусульмане поэтому вы должны доказать пока это вы не доказали вы не имеете право то есть власть это том случае когда только единственный случай остался в урфе выборы больше ничего то вы должны стараться доказывать ислам и давать и так далее причем тут это слова то что большинство я же не призываю к большинстве говорит сказал что делать и то что большинство населíamos тем более то вся аятах где сказано большинство невирующих большинства шрики большинство не благодарны большинство большое это не относится к тому моменту тем более народ знаю что если нам не говорит о большинстве ислам говори а площади а ащуры а shrug о ащура это не большинство а шура это именно к Bausol это именно савит который будет вести нас совсем другой урф это они большинства. Надо знать, что такое урф. Это уже отдельный вопрос. Как выбирают халиф? Как выбирают правитель? Как выбирают президент? Президент, император, секретарь, халиф и так далее. Это одно и то же. Я еще раз говорю. Это Амир аль-Муаминин, халифа аль-Мусульмина и так далее. Это одно и то же. Кто-то из них, если права Аллаха и права людей соблюдает, то он ближе к Аллаху и правильно. И то, что Аллах хочет. Потому что и тогда будут выполнены те обещания, которые Аллах в Коране говорит, что Аллах даст вам власть. То есть дает халифат вам. А когда они нарушают права Аллаха, права людей, то это не является то, что написано в Коране. То же является власть халифа, может быть, например, заблудший. Имам. Мы же в Коране говорим аимма тул куфр. Аллах аз-за-уджалля говорит, аимма это множество число имам. Сражаетесь имамами, кафирами, значит у кафиров тоже свой имам. Правитель, например, который сражается с исламом, это тоже является имамом. В Коране написано, это же как мы можем отрицать Коран? Получается так, что я не призываю к большинству. Значит, человек не понял, что такое большинство. Да, написано в Коране большинство. Тем более, это не относится к тому моменту, когда ты будешь давать делать людям. Тем более, в мусульмане есть очень много количества, например. Каждый пятый человек на планете себя называют мусульман. Если даже ты мусульманам объяснишь правильно и их объединишь, то мусульмане получат тогда же, если через демократии или через большинство судит, то мусульмане получат такую власть, которую никогда до судного дня не потеряем. Даже если судит на большинство даже. На простой большинство на сегодняшний день. Надо просто правильно понимание. Коран и сунду понимание сподвижников, чтобы людям доказать, что ислам истинная религия, и они, чтобы пошли. А так с разногласия, вот ты такой, ты такой, такой, конечно будет, тогда и два головы нельзя объединить. В таком случае, если у нас не будет стандарта. А у нас есть стандарт в Уране сунду понимания сподвижников. И к этому стандарту, если прийти, если мусульмане придет, то все, единогласий будет. И никаких проблем не будет. И большинство, это каждый пятый человек на планете, если хочет или голосует за кого-то, то все уже. Власть будет до конца света. Я еще раз говорю, что тем более большинство, меньшинство, это урф. Это вообще не относится. Аяты, которые в Коране есть, это не говорит о том, что большинство нельзя выбор. Выбор это к выбору вообще не относится. Это аяты. Это относится аяты к тому, что, например, я еще раз говорю, что может быть христиане в вашем стране, эти христиане должны, например, голосовать за вас. Я даже знаю кафиры, я с вами глазами вижу кафиры, которые голосуют за братьев мусульманов. Я не говорю о братьях мусульманах, которые девские. Я говорю мусульмане, которые, в общем, в другом месте я говорю. Они активно участвуют. Кафир, который идолам поклоняется, буддист, он активно участвует и хочет, чтобы этот брат пришел в власти, потому что он видит в нем справедливость. Это совсем другая тема. Ты уже не относится к сегодняшней теме. Дальше. Если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, они собьют тебя с пути Аллаха. Они всего лишь следуют своим предположениям и только лишь измышляют. То есть большинство людей на земле следуют своим предположениям и измышлениям. И в другом аяте сказано Но большинство людей не знают. Большинство людей не веруют. Большинство из них не рассуждают, не размышляют. Все это говорит о том, что выбор людей, выбор большинства людей является ошибочным. Так как этот выбор может влиять на легитимность власти того или иного человека с точки зрения религии и бога? Помимо этого, как так получилось, что Абубакра выбрали сами люди, а всего лишь через два года Умара назначил сам Абубакра по завещанию? Неужели курс-арабов так сильно изменился всего лишь за два года? И в каком народе имеется такой урф, согласно которому правителям может выбрать Урф ничего не изменился? Это был урф. Это одно и то же урф был. Одно и то же урф был. Ничего не изменился, но мы после не поняли, что такое урф. Это значит, любой метит выбор. Запомните, это общее правило. Не написано нигде в Коране или не в хадисе, что Аллах сам назначает или не написано, как выбрать. Потому что это не исламский вопрос, это не религиозный вопрос, это вообще не религия. А это что? Это урф. Это дунья значит. Аллах в Коране говорит «Сражайтесь». Какой-то, например, правитель сражается. Как сражаться, танками или самолётами, или другими, это урф. Как хочет сражаться по урфу в то время. Когда-то был мечей, а сегодня другой урф. Также по урфу распространяйте. Например, сегодня урф является интернет. Это уже отдельный вопрос. Иншаллах, на следующем занятии как раз мы скажем подробно. Это очень важный момент. В Коране Аллах, аз-за-джелла, около 20 в Коране сунне, если собрать, то 20 раз Аллах приказывает насчёт урфа. Урф — это что? Урф — это объяснение. Те методы, которые в Коране сунне не объясняют, по урфу ты должен приобрести эти методы. Выбор правителя по урфу не написанным в Коране сунне. То, что Абу Бакар делал, это не религия. Не довод для нас. То, что Абу Бакар алейхиссалам делал, значит, стала религией. Нет. То, что Умар алейхиссалам делал, это не довод. Это не стала религией. То, что делает Усман или Али или другой из подвижников, это не довод. Это не религия. Это не стало для нас законом метод. Это урф в то время. Любой метод. Не меняется урф, А в этом же ОРФе через 2 дни можно по-другому делать, как меняться за 2 года. Что за вопрос? Вы не поняли, что значит по ОРФу? По ОРФу это значит любой метод, который в то время будет людям известен, и в этом никакой фасад не будет, и никаких проблем других не будет, то можно выбрать своего правительства по этому методу. В Африке может по-другому выбирать, в России может по-другому выбирать, и там в других местах, в Индии может по-другому выбирать. Это у каждого своего ОРФ есть. Все. Не написано в Куране Суни, как выбирать, и не написано, чтобы Аллах назначал. Все. Это я хочу сказать, а не то, что там меняются ОРФы, и у арабов почему как за 2 года так поменяться. Ну что за вопрос? Это вообще значит, человек не понял, что я хочу сказать дальше. Изучите завещание Умара Аббин Аль-Хаттаба и скажите, что это за ОРФ такой? Я уже не говорю о том, что вы убежали относительно выбора правителя, не соответствует словам Умара Аббин Аль-Хаттаба из Сахих Бухари, который сказал, что присяга Абу-Бакру была неожиданностью, и каждый, кто придет к власти таким образом, должен быть убит. И в том числе должен быть убит тот, кто присягнет этому человеку. Вот это предназначение. Сумма иннаху балагани анна каилан мин кумы, До меня дошло, что некоторые из вас говорят, клянусь Аллахом, когда умрет Умар, мы присягнем такому-то. Пусть не обманывают вас словами, что присяг Абу-Бакру была неожиданностью и закончилась. Да, она на самом деле была таковой, то есть неожиданностью фальта. Сумма иннаху балагани анна каилан мин кумы, Абу-Бакру, алейхиссалам, потому что в этом же саихе Аль-Бухари написано, когда Умар и Абу-Бакр в дом Айши, разъяллаху анха, организовали процесс похорон пророка. Тут же пришел человек и крикнул, и сказал, что там ансары, вы уже выбираете правителя, а вы тут хороняете пророка. Что бей? Потому что пророк сам достоверно сказал, что правитель следующий будет из Курешев. Чтобы выполнили этот приказ пророка, побежали Абу-Бакр и Умар, чтобы выбрать халифа из Курешитов. И поэтому они ушли и оставили пророка, другие сподвижники это делали, потому что джаназа читать тяжело было. Много народ собрались, и по одному, по два, три джаназа читали, и поэтому процесс долгий был. Они ушли туда, и когда увидели, что там уже фитнес собирается, там уже ансары, уже почти выбрали своего правителя. Чтобы этого не было, сразу же они начали выбрать. Абу-Бакр говорит, что давай, Умар, ты будешь правителем, что давай, мы даем тебе биат. Саян Бухари передает, Абу-Бакр говорит, нет, у меня лучше смерть, я лучше умру, чем буду халиф, такой народ, в котором Абу-Бакр живет. То есть перед Абу-Бакром, как я могу стоять? И он сразу руку Абу-Бакра взял, люди, это мой правитель, и биат делал ему, и все люди делали ему биат. Все. И ансары тоже присоединились, и другие тоже присоединились. Это была чрезвычайная ситуация. По Урфу, это же не противоречит ничему. То есть получается, что пусть, потом Абу-Бакр, то есть Абу-Бакр объясняет, что эти ситуации, которые мы в экстренном порядке выбрали халиф, выбрали халиф, такой экстренной ситуации сегодня нет. Мы не должны делать так, как мы там делали. Потому что это не экстренно, а то экстренно было. Тот, кто песняет, кому-то без совета с мусульами... Я говорю, Курбан, вы почему не переводите то, что вы только прочитали на арабском языке из Сая-Аль-Бухари? Вам что, неприятно? Он прочитал, а не переводит. Он переводит то, что ему интересно. Умар, алейхиссалам, дальше говорит, что люди, Абу-Бакр не сравнивается с кем-то. У Абу-Бакра была очень сильная ситуация перед Аллахом, поэтому, несмотря на то, что мы его экстренно выбрали, никакой шар и беда не было. Аллах нас спас от этих экстренной, то есть получается так, что несмотря на то, что мы выбрали его экстренно, никакой фитна не произошла, потому что у Абу-Бакра был такой иман. И говорит, кто из вас есть такой, для которого сдалека люди приезжают, то есть верблюди, вернется к нему, это значит приезжает сдалека. То есть как далека приходили встречаться с пророком, точно так же люди приходили к Абу-Бакру, алейхиссалам, со всем миром. Весь мир приезжал к Абу-Бакру, алейхиссаламу, и советы брали, как к пророку приходили. Говорит, кто из вас такой, что верблюди направляются к нему, верблюди направляются к нему, что весь мир к нему выезжает. Совет просит, потому что у него иман и таква. Вы же не такие. Вы будете так выбирать, то у вас будет проблема, а у него не было проблем, потому что Аллах спас. Но он это не хочет объяснить людям, что весь мир приезжал к Абу-Бакру, алейхиссаламу, присягу давал, подчинялся, совет просил. Весь мир подчинялся, мусульманский мир ему. Это он пропустил и дальше говорит. Дальше что? Тот, кто присягнет кому-то без совета с мусульманами, пусть он не присягает, ибо он и тот, кому он присягнет, будут убиты. То есть, это Саибухари, книга зап... Все. Вот это и есть Аллаху Акбар. Это и есть наше убеждение. Вот это то, что я объясняю, вот понимание сподвижников. Минхайр Машфат Мусульмин. Все. Это и есть исламская политика. Это и есть основы демократии. То, что парламент придумали, совет придумали, Ашура придумали, это в Коране. Кафиры придумали, а в Коране написано раньше. Но чтобы это объяснить, Ашура как совет, это и есть Машфат Мусульмин. Аллаху Акбар. То есть, как в Коране из подвижника Умар Раджи Аллаху объясняет, что у мусульманов должен быть совет. А именно это совет, это Ашура будет. Что делать? Присягу давать правителю. То есть, основной власть принадлежит кому? Ашура. Ашура ведет система, а Харип всего лишь подписывает последнее то, что Ашура скажет. Машфат Мусульмин, ключевое слово, это и есть наше убеждение. Это идеально. По этой системе, смотрите, по этой системе сегодня, то, что Умар Алейхи Салам сказал, сегодня живет Америка. У них основную роль играет Конгресс. Президент всего лишь подписывает. Американцы поняли, систему Умара визжали, это не Умар визжали, это всего лишь шараха для аятов, который в Коране есть. Что президент не главный в стране, или правитель не главный, а главный кто? Главный является совет. Ашура, Машфат мусульмины. Умар, алейхи Салам, так строго говорит, что правитель без совет, без Ашура никак не может ему присягаться, биат нельзя давать. Биат это что? Биат это не выбор. Биат чем отличается? Смотрите, я вам просто хочу сказать, выбор это индиха, выбор какого-то правителя это другой, а биат это после выбора дается. Присяга дается, когда правителя уже выбрали. Курбан путается, чем выбор? Выбор это не ислам. Выбор это любой метод. А после выбора, когда пришел уже правитель, ему дают биат, это уже ислам. В Коране написано, шарха дает. Великий имам Умми Умар Алейхиссалам про который Расулу Аллах сказал, что если после меня был бы пророк, то он был бы дальше. 64 42 о том 6 страница 2503 издания Дарубни Касир 1993 года издания. Здесь Умар открыто говорит, что присяга Абубакру была без Шуры, без деманами. И каждый, кто таким образом присягнет, должен быть убит наряду с тем, кому таким образом присягнут. А где Умар так сказал что присяга Абубакра была без Шуры? Это то, что вы прочитали, это такой смысл имит? Обратите внимание, я еще раз говорю, когда выбирают выбирают и поднимают руку и говорят, мой правитель. Это тоже можно назвать Беат, это уже другой выбор. Так Умар здесь объясняет, что мы выбрали Абубакр в экстренном порядке, когда Шура не была. Действительно не была Шура. Не была Шура. Но когда умер пророк, Шура была? Не была. Шура же образовалась после пророка салла алейхи ва салла потому что пророк от кирвиния. Обратите внимание, это общее правило политики, когда пророк жив, он от кирвиния получает. Он правляет по кирвинию, но когда надо, когда надо, он должен советоваться в Коране приказ салла говорит о посланник ты советоваться с людьми. То есть получается такой совет у пророка должен быть. Есть официальный Шура, который должен вести страна, это после пророка. Потому что когда пророк жил, пророк ведет система, а когда пророк умирает, Шура будет, а это Шура будет до судного дня. У мусульман. Шура основная система, которая ведет вся Шура заключается в Аш-Шура образовалась при Абу-Бакру. Все ясно, что у людей во время Абу-Бакра Аш-Шура не образовалась еще. А сегодня его есть. В этом же Шуре кто был? Усман был, Абдурахман был, Али и другие. Это есть Шура? Аш-Шура было это есть. То есть получается так, что я просто удивлен. Как издевательство будем читать текст Сахи Аль-Бухари либо сам не понял, либо специально людям объясняют, что у людей отвращение было, что Умар сказал, что то, что мы выбрали Абу-Бакру, это не было исламу и все такого сегодня нельзя убирать, а если кто-то такой выберет, то мы убьем. Это только может такие люди, у которых действительно болит невестью Абу-Бакра и Умара Али-Хима Салам. Правильно объяснить это слов, то, что во время Абу-Бакра Али-Хима Ашура не было, а сегодня есть. Поэтому разные вещи. Все правильно написано. В этом какие разногласия есть. Дальше. ...то, что вы утверждаете, ту диалогию, которую вы исповедуете. Подводя итог сказанному, подчеркнем, что имамом и халифом является тот, кто обладает Майанави и властью. Он хочет сказать, что это то, что Умар объясняет, это все противоритет то, что я объясняю. Это и есть. 100% мое убеждение и мое понимание насчет правительства в Исламе и правительство в Исламе это 100% такая же, как у Умара Али-Хима. Давай выберем отдельное занятие, буду доказывать, что я говорю, никак не противоритет то, что мы у сподвижников и берем понимание Корана. Поэтому выбор, как происходил, так как по Урфу, это не религия, можно сегодня по-другому, может быть, скоро в ближайшее время будет такое, что смс-ку будешь отправлять и выбор будет происходить. Или какой-то другой момент, выбираешь и потом, например, представитель, этим представителям ты должен доказывать, что Ислам истинная и идеальная система, и потом они будут, это все система есть, это по Урфу, это никакие отношения к Исламу не иметь, что такое Ислам, Ислам это то, что пришлось в небе, все. Если ты хочешь сказать, что выбор тоже относится к Исламу, то покажи, где написано. Если ты хочешь, что Аллах должен назначать, то покажи, где написано. Мы же, это, всю жизнь я изучаю этот Коран. Покажи мне, где это написано вообще. Мы, может, пропустили? Получается, что нету. Выбор, выбор правителя это по Урфу, а потом ему присягу давать это и ввести система. то, что в Откровении написано, это будет соответствовать Откровению. что не написано, остальное вся система будет вести Ашура. Ашура, опять же, что будет думать и тогда и тут же по Урфу. Это очень идеально вообще. Исламская система, это идеально просто. То, что мы ненешние демократы видим, это всего лишь как-то, ну, как-то всего лишь может быть даже процентов несколько взяли у них и все, у Ислама. мы можем такой, к сожалению, умма к этому не согласны, потому что ваххабите уже свои королы защищают, а шиити своего имама защищают, а другие никогда работают людям. Поэтому исламская система, вся система исламская система, финансовая система уже убрали. Представляете, на планете каждый пятый человек, если подружить друг с другом и будет только между собой вести бизнес, вы знаете, на этом планете как мусульмане богатые, не может быть кто-то богаче, чем мусульмане, если они только между собой будут вести систему, а определенное это не значит, ислам запрещает. Это есть такая специальная политика, такая специальная экономическая система, это идеальная система. На свете никакого голодного мусульманина не будет, на свете никакому мусульманину плохого никто не может дать, если мы вернемся к Урану и суннам понимания подвижников, как они вели систему политику, как они вели систему экономику и как они вели систему остальные системы и так далее. К сожалению, людям никогда. Я прошу прощения, потому что у меня время уходит и это очень интересный разговор, но он не сейчас, дальше. имам. Когда мы говорим имам, то мы имеем в виду человека, за которым Всевышний хочет, чтобы люди следовали, как Ибрахим алейс салат ва салам. А когда говорим халиф, то мы имеем в виду человека, который является наместником Аллаха и его посланника на земле. А что это значит быть наместником Аллаха и его посланником? Это означает, что подчиняться ему обязательно, так же, как и самому Аллаху который призывает в рай, а не наместники шайтана и имами, который призывает в ад. Халиф и имам не равен правителю. Это является хроническими терминами, а так же часто фигурируют в сумме посланника Аллаха салаллаху алейхи и его салам. Поэтому эти понятия имеются в исламском учении. И как всякое другое понятие в исламе они имеют ясные определенные значения. И поэтому мне крайне непонятно ваше и то, что вы сказали, это все четко противоречит Корану. Потому что в Коране написано аимматал-куфр. Это что? Имами кафиров. Согласно этого аэта и Ленин, и Фераун, и все являются имамами. Но имами кафиров. Их имами. Все. Так что в Коране этот термин тоже есть. Дальше. Путь обсуждаемого вопроса. Я окончательно запутался в убеждениях. Или же он таким образом хотел запутать своих неискушенных слушателей, говоря о том, что халифом и имамом является любой правитель, даже Ленин. То, что доктор запутался, подтверждает также тем, что он в одном месте говорит, что любой правитель является халифом, даже Ленин был халифом, а в другом месте говорит, что халиф иногда будет, а иногда не будет. Если халиф это любой правитель, то он не должен утверждать, что халиф иногда будет, а иногда не будет. Потому что правители бывают всегда. Поэтому мы смело можем утверждать что или доктор запутался или хотел запутать нас и своих слушателей имеются и другие подтверждения того что уважаемый доктор путается смешивать с собой разные вопросы был бы хорошо если он вернулся к обсуждаемому вопросу а именно вопрос о наместничество аллаха его посланника это и другое понятие имеются в исламском учении вы уже очень интересно это я у вас хочу просить чтобы вы вернулись к этому вопросу а то что я запутался они запутался я сказал в одному утверждение что халифа иногда будет иногда не будет я и сейчас говорю а в другом я говорю каждый правитель является халифа я и сейчас говорю и только что сегодня сказал я еще раз говорю любой правитель президент император король халифа имам и так далее или амир мумени халифа мусульмины так далее так далее это все являются правителей из них когда с люди из них когда какой-нибудь человек выполняет права Аллах и права люди, то называют его халиф. То халиф, который в Коране написан, то есть правильный халиф. Это Аля Минхаджун Набууа. А когда они нарушают права Аллаха и права люди, то это и халиф, это и имам, это имма цель-куфр может быть. И туда входят все. Но это не является то, что написано в Коране, халиф. Именно в Коране который. То есть Аллах в Коране обещает, Аллах даст вам власть, о мусульман. Эту власть имена это когда-то такой, который выполняет права Аллаха и права людей. Ты смотрите, Умар бин Абдулазиз рахматуллахи алейх. Вы знаете, что вы может быть не согласны, но остальные люди, мир согласны, что он был халиф. Хотя до него были и после него были правители. Чем отличается? Отличается только тем, что один выполняет права Аллаха и права людей, а другие были залими и тиранами и так далее. Все. Мы не можем сказать, что он только. То, что ученые говорят, что он является халиф, правильно это есть халиф, потому что он выполнял. Остаugдающие тоже халифы, тоже правильные, но они не были те халифы, которые требуя ислам. Смотрите. Мы говорим, вот этот человек мусульманин, а этот немусульманин. А обе называют себя мусульманами. Из них кто? Человек, который знает Исламе действовать по Исламу, он будет мусульманин. А другой, который так не делает, он будет не мусульманин. Но называете того, того, мусульманин. Сегодня на свете каждый пятый человек umsullman. Но из них есть такие, которые и uznaет Исламе действовать по Исламу, они являются мусульманами на самом деле. А есть такие, которые не ведут в суд ниберин даже. Они не являются мусульманами. Точно так же халиф, поправитель, президент и так далее. Поэтому где-то может быть есть халиф, а где-то нету Когда-то есть, а когда-то нет. Это имеется в виду именно то, что Аллах обещал. Про этого халифа, когда ты говоришь. А когда про правитель и власть говоришь, что везде есть власть. Что я здесь запутался или кого хотел запутать? Это надо понимать, хотя бы понимать просто Кур'ан сначала, что в Кур'ане есть два вида амамат. Аматаль-Куфр, это кафиры, это и Ленин, и Фераун, и другие, все туда уходят. А есть обещание Аллаха именно другую власть. Это уже когда право Аллаха и права людей выполняется. Очень ясно я говорил, даже таких вопросов не надо было повторять дальше. Уважаемый доктор, во-первых, наместники будут не только у тех, кто умер. Этот смысл в слове «наместник» абсолютно не заложен. Во-вторых, послушайте себя сами. Получается, что вы, уважаемый доктор, вообще не следите за своими словами. Будьте внимательнее к тому, что вы говорите. Люди слушают вас и получают от вас знание о религии. Теперь давайте разберем возражение уважаемого доктора на приведенные доводы. Как я уже говорил. Прекрасно. То есть получается, что вы, то есть я не слежу за свои слова, потому что сказал в одном месте, что наместника нельзя говорить, а в другом месте сказал, что халиф от Аллаха. Субханаллах. Это я не слежу за своей речью. Вы потому что сначала поймите, когда мы объясняем, мы там говорим, что слово халифа не переводится наместник. Это не первая история, это не первый раз. Я запрещаю не халифа слово. Халифа от Аллаха, это из хадиса доказано. Я запретил вам и сейчас запрещаю слово наместник. Это я не слежу. Вы меня поняли, что я хочу сказать? Слово наместник, это для Аллаха сказать, что этот человек наместник Аллаха, это и есть широк, широку слова. Наместник Аллаха, это значит человек, который пришел на месте Аллаха. Наместник или наиб для Аллаха не будет, не должен быть. Наиб не должен быть. То есть получается, что то, что я запрещаю, это я что запрещаю? Это я говорю слово наместник говорит или слово наиб говорит. Ничего я не запутился. А то, что разрешаю, это халифа. Халифа это не означает наместник. Халифа не означает наместник. Халифа это всего лишь... То есть смотрите, халифа что означает? В разных Коране Аллах на Адама и на человека сказал халифа. Это значит человек, который должен жить по откровению. Почему Аллах назвал... Аллах говорит ангелам, я хочу создать на земле халиф. То есть каждый человек является халиф. Хорошо, потому что халиф, он не должен по своей воле жить. Он должен жить по откровению. Это тоже халиф. Это и есть халиф. Халиф от Аллаха. А второй, халиф от Аллаха это человек, который будет вести систему, по методу пророка, что Аллах сам будет выполнять права Аллаха и права людей. Если сегодня какой-то правитель, если сегодня какой-то правитель, который будет выполнять права Аллаха и права людей, то он не является халиф от Аллаха. То есть он халифа является не потому, что он наместник Аллаха, а потому что он выполняет права Аллаха и права. То есть Аллах аз-за-уджелла дал ему власть. Такой власть, где он выполняет права Аллаха и права людей. Все, халиф от Аллаха. Я говорю, можно говорить халифатуллах, это доказано из хадиса, я сам говорю, я говорю слово наместник нельзя говорить, наместник нельзя говорить, я не запрещаю халифа, а вы поставили, смотрите, я где запрещаю наместник нельзя говорить, а потом я говорю халифатуллах, вот сами запутались, не говорите. И мне говорит, посмотрите, у вас люди слушают, у вас же люди слушают, вы же можете, то есть он нашел такое катастрофическое, что все путается. Наместник и халиф это разные вещи. Наместник, смотрите, я хочу сказать просто, это научное, я даже смысл не вижу в этом научное, я не вижу это научное. Научное было бы, если бы вы действительно хотели знания, если бы мы с вами хотели знания, то взяли бы очень большую пользу друг друга. Но я здесь не вижу, потому что вы совсем в этом записи, вы совсем по-другому себя ведете. Я вам хочу сказать, что наместник, если смотреть Коран и Сунна, то наместник, слово наместник на русском языке, которое я запрещаю и сейчас, что у Аллаха нет наместника. Наместник, слово, подходит только на человека, который пришел после Расулу Аллаха, а это был единственный человек, это был Абу Бакар, алейхиссалям. Все. Наместник на свете был всего лишь один, а это Абу Бакар, алейхиссалям, потому что он был халифа Тур-Расуль, наместник пророка. Тогда мы используем слово халифа наместник, но в таком случае. А не в таком случае, когда Адам пришел, или когда каждый человек, или когда правитель, и так далее. Не такое, это не наместничество Аллаха, алейхиссалям, так нельзя говорить. Расул Аллаху Аллаху умер, на его месте пришел кто? На его месте, намимбар Расул Аллахуissements. Худба, которую Расул Аллаху читал, это кто продолжил? Намаз, который Расул Аллаху читал, это кто продолжил? Подпись, которую вел Расул Аллах, делегации, которые приходили к Расулу Аллах, это к кому начали приходить? Аллаху Аквар, очевидно, это Абу Бакру, алейхиссаламу, поэтому он был наместник, поэтому его назвали Халифа Тур-Расул, все, наместник на свете, всего лишь был один. Но это все, это у нас никогда, вы видите, нам ограничили время, и никогда просто это все объяснять. Я еще раз говорю, если у нас бы искренне сбили, мы бы много что-то взяли, но просто засыпляться за слова, я вижу это, что это все то, что вы хотите доказывать, что Абу Шуай путается, и он ничего не знает, ничего не понимает, ничего страшного, я за личность не говорю. Я еще раз говорю, что мои недостатки, ошибки, которые вы даже не знаете, их я очень много знаю, проблема не в этом, но проблема в том, что я ничего научного не вижу здесь, потому что никто не хочет, чтобы он понял, что ты взял ползи, дальше. Но его возражения были абсолютно не к месту, что я сейчас постараюсь доказать. Четырьмя приведенными доводами было посажено на дерево, ствол которого не был доктором, доктором Абу Шейбом, но он покусился на некоторые его ветви. Предположим, что он обрубил все ветви этого дерева, значит ли это, что само дерево также было уничтожено? Нет, от того, чтобы обрубили все ветви дерева, само дерево не перестает существовать. Например, первый довод, который, если быть очень лаконичным, звучал следующим образом, обязал себя милостью и наставлением. Это первое. Это мы доказывали из аятов Священного Корана. Указание на самого достойного, самого лучшего правителя является наставлением и милостью. Вывод. Значит, Аллах обязал себя указать на самого лучшего и достойного на пост правителя, лидера и учителя. Другими словами, обязал себя назначить халифа, правителя, имама и вали. Таким образом, мы видим, что имеются все причины, которым никого не препятствуют. Что может быть препятствием в данном случае? Препятствием может быть или то, что Аллах не знает, кто лучше подходит для этой роли, или не хочет наставить людей на лучшее, или же не может этого сделать. А Всевышний причист от всего перечисленного. Доктор согласился с этим додом. Каким образом? А вот каким. Он не может отрицать аяты Корана, которые гласят, что Аллах обязал себя милостью, что Аллах добр к своим рабам, и, наконец, что Аллах взял на себя обязательство наставлять людей. Он мог отрицать только то, что халиф является милостью, добром и наставлением. Но он не только не отрицал это, более того, согласился с нами, что халиф и имам – добром, милостью, наставлением и средством, инструментом достижения цели ислама и религии. Вот, послушайте его сами. Баракаллаху фикум. Вы говорите, правильно говорите. Правильно говорите, что халифат является что? Является милостью Аллаха. Вы, следующий, сказали, что халифат является худа, руководство. Руководство, которое Аллах, аз-за-у-джелла, сказал, и указывает на то, что инна алейна, над нами, именно над нами стоит, чтобы мы руководили. Правильно? Если халифат является руководством, правильно, что халифат является способом руководства. Надо знать, Аллах, аз-за-у-джелла, говорит, инна алейна, лал-гуда. Поистинно, над нами руководит люди. Как вы слышите, доктор не только не опроверг наш довод, а более того, согласился с ним. Он согласился со всеми предпосылками нашего довода, хоть и не признал его очевидные выводы. У меня был один случай много лет назад, довольно-таки забавный случай, и идеально... Во-во-во, вот видите, доводы, то, что он читает из Корана, общий аят, это считает свои доводы. Но вывод, с выводом не согласился, вывод он делает ложь. То, что они читают из Корана, это аят из Корана, где везде написано, что Аллах дает власть. Но они это приводят на то, что Аллах выбирает правительства, это куфор уже. Это к минимуму куфор, я сейчас буду доказывать, иншаллах. Большая разница, это большая разница. Когда они аят из Корана читают, что халяфат это руководство, халяфат это милость, халяфат это Аллах дает, кому Аллах пожелает, дает власть и так далее, то все правильно. Но где здесь написано, что Аллах выбирает халиф? Получается, что здесь не только, здесь 10 правил нарушает из Корана. А вот это я хочу сейчас объяснить, потому что как раз основной момент. То есть получается так, что мы с доводами, доводы это не являются у вас доводом. Довод это когда вы сказали, что вот это так, а именно так. Довод вы читаете аят и вы вот делаете наоборот, совсем другой. Смотрите, я вам хочу сказать, смотрите, какой-то ребенок, какой-то ребенок, у него какой-то на руках есть какое-то, например, яблоко. Ты говоришь, яблоки кто дает? Аллах или человек? Он говорит, Аллах дает яблоки людям. Он говорит, где написано в Коране, что Аллах тебе дал это яблоко? Да, это не твоя тогда. Субханаллах. Это такая детская игра вообще. То есть получается, что Аллах же в Коране сказал, что Аллах власть дает, а теперь где написано про Абу-Бакр, что дали ему власть? Значит, нет у него власть. Все. Это всего лишь детские выводы. То есть, смотрите, яблоки кто дает? Конечно, Аллах дает. Ничего такого нет у человека. Твоя голова, которую дал тебе, это тоже Аллах дал. Но докажи в Коране, что голова твоя, это Аллах дал. Если в Коране не написано про твою голову, это не говорит о том, что это не твоя. Поэтому где написано в Коране, что Аллах дает власть, Аллах дает резак, Аллах дает знания, Аллах дает детей, Аллах дает это, это, это. Это не довод на то, что дополнительно должен Аллах назначить. Этому голова даю, этому знание даю, этому власть даю, этому это. Это же что? Это же... Это основной момент, который мы начинаем, будем на основе довода и доказательств говорить. Не успем сегодня, то в следующий раз. Это есть основное заблуждение, вопрос номер один. Я удивительно, в конце этого видео говорит Курбан, просим закрыть эту тему. Как закрыть эту тему, если она еще не началась? Дальше. Лет назад я преподавал в соборной мечети Москвы. Однажды перед уроком я встал на молитву. Пока я молился, некий человек пошел к ребятам, которым я преподавал, и стал порицать меня за то, что я молился и совершал земной поклон на кусок блины. Ребята попросили подождать, пока я закончу молитву, и все сказать мне самому. Он так сделал. Когда я закончил молитву, мне сказали, что этот человек что-то хочет сказать мне. Тогда он подошел и стал возмущаться относительно того, что я совершал земной поклон на кусок блины. Я сказал, посмотри хорошенько на это и скажи, что это такое. Я показывал ему этот кусок блины. Он ответил, что это земля. Я сказал, хорошо, можно ли совершать земной поклон на землю? Он ответил, да, конечно, можно. я сказал значит на это можно совершать молитву сказал нет нельзя все присутствующие люди стали громко хохотать некоторые даже подошли к нему чтобы попытаться объяснить ему его ошибку так вот уважаемый доктор если вы принимаете все предпосылки этого все все начали хохотать вокруг я бы не хохотал там потому что большая разница смотрите слова смотрите как прекрасно он говорит смотрите он хочет свою выше туда в этом диспуте он свою каждый витал толкает чтобы вы поняли шизом нас так а когда мы начинаем про про какой-то дополнительными что англ нет это же не относится к теме вот это глине относилась к теме сейчас нет конечно а почему он так ну он скажет например привел я и говорю это я все примере привожу мои примере не действительно у него все действительно это хитрость но хитрость к снаму здесь не поработает как смотрите глине которые глине никаких проблем нет если ты земной земной поклон совершили на земле никаких проблем этом нет вопрос следующий я бы там не промолчали не хохотал бы я вам задал такой вопрос к урвань это земля откуда почему оттуда это кусочек они обычная земла докажи мне что оттуда должен быть это где написано если это 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 является намаза является религию то докажи что именно оттуда земла должна быть докажи так если не докажешь и запомните что когда у вас будет куски кусочек земли откуда-то это есть уважение а это уважение это является позиним а позиним камень к позиним камень где ты создаешь и специально поставишь глину чтобы на земле это было позиним камень является компонент поклонения а кому-то кроме аллаха является что шерк акбару поэтому кусочек земли это есть идол это есть шерк акбар на это совсем другая тема потом будем говорить об этом я бы не промолчали не хохотал бы я вас спросил откуда а почему именно оттуда все и тогда у других хотались дальше из них выводами в противном случае вы можете смело делать трепанацию черепа достать оттуда содержимое и выкинуть так как в таком случае содержимое черепа вам просто не нужно и так субханаллах сегодня курбан себя ведет по-другому трепанация черепа нам надо делать чтобы выбросить свой мозг то что там грязь собрался и так далее это даже смешно но он это так красновидчиво говорит что когда его слушают люди все будет ему вот значит он поломал а на самом деле меня просто смешно я просто даже но и что к этому это же просто как я хочу сказать что в мозг в которой есть любовь к али и любовь к обу бакру умару усману я ли ради аллаху ангон это мозг не надо трепанаться делать а трепанаться надо для другим дальше но довода не имеет давайте приведем эти возражения и посмотрим о чем они и к чему первое возражение власть не является целью первое чем доктор попытался опровергнуть доводы было то что власть не является целью и что шииты преувеличивают роль и значимость власти и доказательству своего утверждения посвятил почти половину своей речи что мы ответим на это возражение мы ответим что мы согласны с вами уважаемый доктор власть не является целью а лишь средствами инструментов. А кто сказал, что власть это цель? Как обычно, вы опровергаете собственные подозрения. Наш довод не опирается на то, что власть это цель. И как признался сам доктор, если что-то не является целью, это еще не значит, что оно не является средством. И даже более того, во время своего выступления он признался, что власть это инструмент достижения цели ислама и религии. И этого вполне достаточно, чтобы первый довод был в силе. В особенности, с учетом того, что доктор неоднократно признавал, что власть это руководство милости и добро. Поэтому он сказал, что целью ислама является соблюдение прав людей. А одним из средств достижения этой цели является власть. Уважаемый доктор, как вы посмели вообще что-то возражать после того, как вы признали все предпосылки приведенного нами довода? Мы спрашиваем вас. Аллах обязал себя милостью и руководством? Вы отвечаете, да, обязал. Мы спрашиваем вас. Халиф и имам являются милостью и руководством? Вы отвечаете, да, являются. Так почему же вы с нашими выводами не хотите соглашаться? Аллах обязал что? Аллах обязал значит то, что Аллах делал это в токвине, то, что Аллах дает. Аллах, например, смотрите, как вы не понимаете религии, смотрите, когда человек при любодьяне делает. У него родится ребенок? Да, родится. Но он же харам делает. Но это потому, что Аллах дает дети даже через харам. То есть получается, это токвин Аллаха, аззава джаллах. Это элементарно просто. Аллах дает власть, это однозначно. И Ферауну, и Лейнину, и Сим, Аллах дает власть. Это мы признаем, то, что написано в Коране, что Аллах дает власть. Но нигде в Коране не написано, еще я ни одного довода не услышал, что именно Аллах должен был выбрать или передать через своего пророка, чтобы назначить кого-то. Вот это, когда мы признали, это же куфр. Ложно Аллаха, его посланник. Дальше. Власть является милость, но это не довод на то, что Аллах должен выбрать или человек не может выбрать своего правителя. Какой связь с этим иметь дальше? Вы говорите, власть является... Как раз он здесь говорит, что власть является милостью. Я хочу спросить, смотрите, милость Аллаха у каждого из нас много милости. Аллах, азажаллах, в Коране говорит, что Аллах дает милость? Да. Говорит. Как раз вместе с властью написано где Аллах, азажаллах, говорит, я даю ту-туль-мулька манташа, даю власть, кому пожелаю. Сразу следующее предложение говорит, даю уважение и честь, кому пожелаю. И также Аллах говорит, милость, кому пожелаю. Хорошо. Получается, что и власть, и уважение, и милость Аллах дает. Хорошо. Сегодня миллион, не миллион, а сегодня много неограничных коллективов, людей, у которых есть милость. Каждый должен показать, что это Аллах сказал про меня в Открывении, что у меня власть дает. А если у него не будет довод, то значит, это не Аллах дал. Это и есть довод против вас. Я вам говорю же, милость Аллаха, уважение Аллаха, то есть то, что Аллах дает уважение, то, что Аллах дает милость, это Аллах дает же. Но для этого же не нужен дополнительный довод, чтобы доказать из Корана, что раз милость Аллах дает, значит, если про кого-то будет написано в Куране, что тому Аллах даст милост, то это будет от Аллаха, а остальные от Аллаха. Субханаллах. Это и есть. Написано, что власть Аллах дает, но это же не довод на то, что про кого будет написано, и про кого Аллах скажет, что этому я даю, то именно ему Аллах дает, а другим не дает. Как раз я и говорю. Вы не понимаете то, что вы сами говорите. Власть — это и есть милост. Все. Милост кто дает? Аллах дает. Власть кто дает? Аллах дает. Миллион людей, у которых сегодня милость есть. Не миллион людей, а каждый человек. Он должен доказать, что это милость от Аллаха? Нет, конечно. Каждый милость от Аллаха. Поэтому тогда, когда кто-то получил власть, то он тоже не должен доказывать, что это от Аллаха. Я еще раз говорю, на этом свете, может быть, скоро 100 халиф появится. Каждый из них будем искать в Коране? Нет, конечно. Милость Аллаха, кому посчитать, тому и дает. Не надо ограничивать милость Аллаха. Аллах говорит, что это яхуди, которые завидуют вам, пророков, что Аллах и про Абу-Бакру, написано, что завидуют евдеи, что Аллах дал ему власть. Получается, что оказывается, не только евдеи завидуют, что Аллах дал Абу-Бакру власть и пророку Мухаммаду Нубуа. Но есть другие, которые тоже завидуют Абу-Бакру. Если успеем дальше, я прочитаю. Мы спрашиваем, доктор, какая власть является милостью, руководством и средством достижения цели ислама? Власть фараона или власть Сулеймана, Давуда и Мухаммада? Разве ответ не очевиден? И после всего этого вы утверждаете, что Аллах оставил назначение халифа на самих людей, чтобы они по своим обычаям выбрали себе правителя. В чем вы обвиняете Бога, уважаемый доктор? В том, что он, науду биллах, не знал, кого назначить, чтобы оказать милость своим рабам, наставить их на верный путь и достичь цели религии ислама. Или, может, он по каким-то причинам не мог это сделать? Или вы не согласны с тем, что он добр, милостив к своим рабам и хочет наставить их на верный путь? Все. А вот это то, что когда люди услышат, они скажут, «О, что значит, астагфируллах, какие заблудшие эти суниты?» «Инна ли Аллаху, инна ли Аллаху, инна ли Аллаху, раджон». Это просто смешно даже. Это вопрос, который он взял, значит, вы Аллах считаете недобрым, значит, вы Аллах считаете слабым, значит, инна ли Аллаху. Какой связи ты иметь с этим? Какой довод? Ну, докажи, я же прошу, сколько в Риме доводов. Обратите внимание, уважаемые братья, в шиизм, первый вопрос с шиизмом, это то, что они говорят, что Аллах сам назначает халиф. Это первый вопрос. А потом, когда ты соглашаешься с ним, что Аллах сам назначает, следующий вопрос, ну, кого Аллах тогда назначил? Не написано же в Коране про Абу-Вакра, значит, он не халиф. То есть, первый тебе говорят в Коране, Аллах говорит, что Аллах сам назначает, нет, а потом, где написано, что Абу-Вакра назначил? Все, значит, у тебя не будет довод. На самом деле, это неправильно. На самом деле, неправильно в Коране не написано. В Коране что написано? В Коране то, что они говорят, что в Коране написано, мы читаем и изучаем, и Коран это наша цель жизни, и Коран это наша жизнь. Коран это весь наше сердце. Это написано в Коране, что Аллах, аз-за- mentions, даёт халиф. Аллах, аз-за-га, даёт власть. Аллах назначил Дауду дал власть Ульталуту дал власть Многим Аллах дал власть И Аллах власть дает Это написано в Коране И мы абсолютно с этим согласны Что Аллах Аззаводжалла дает власть Аллах Аззаводжалла дает власть Все правильно написано Они скажут Но раз Аллах Аззаводжалла дает власть Значит должен быть написано Про человека у которого есть власть Про него будет написано в откровении Что именно тому Аллах дает власть Нет вот это нигде не написано в Коране. А если написано, то покажите меня. То, что шиити читают общие аяты, что Аллах дает власть, это не довод на то, что именно Аллах выбирает. Нет, 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 абсолютно не довод. Это не довод на то, что Аллах должен назначить. Нет, не довод на то, что если не написано в Коране, про какого-то халифа, он не будет халиф. Это не довод на то, что если, это не довод на то, что люди сами не могут выбрать халиф. Нет. Аллах дает власть. Аллах дает детей, например. Кто дает? Аллах дает же детей. Хорошо, Аллах дает детей, но для этого надо ас-баб привести, да, надо соокупляться, надо жить вместе, потом ребенка. Аллах дал же, Аллах дал. Но ас-баб надо, надо также власть. Аллах дает, дает, но надо ас-баб. Ас-баб – это урф. Выбрать надо его другой механизм может быть. Аллах дал, но через ас-баб. Аллах дает знания, да. Для этого ты должен поступать в университет? Конечно. То есть это не говорит о том, что то, что Аллах дает, это не говорит о том, что другие способы нету, или выбор нельзя, или не написано, то значит не дал. Обратите внимание, Аллах дает, «Отчевидный довод». «Отчевидный довод». «Скажи Аллах мой Аллах». «Малик хозяин властью». То вот «Малька манташау дает власть, кому пожелает». Все. Здесь не написано, что должен быть довод на то, что кому дал он, кому дал он власть, должен быть. Не написано. И дальше говорит «От уизу манташау, вот уизу манташау дает, кому пожелает уважение и унижает. Здесь в государство написано, что Аллах дает государство, Аллах дает власть, еще что написано? И вот «иза» написано, уважение написано. Ты говоришь про государство, что должен быть другой довод, а про «иза», почему не говоришь? В одном аяте написано «Изза и государство». Если ты говоришь, что Аллах говорит, что я даю власть, должен быть довод, должен быть мой выбор, я должен выбирать, тогда «Изза». Получается, что сегодня, если то, что никому Аллах не дал «Изза», пока Аллах не сказал в Откровении, что тому я даю «Изза», нет, конечно. То, что в случае написано, например, в Коране, Аллах говорит, что я даю власть, я даю власть. Так же написано в Коране, я даю ризак, я дал ризак. Так же написано в Коране, я даю детей, я дал детей. Вот у «Иззу манташа», вот у «Зилу манташа». Они скажут, например, про Бабу Бакра, в Откровении не написано, что Аллах дает ему халифат. Но это не довод, не то, что Аллах не дал ему халифат, потому что Аллах ему еще дал «Изза», уважение. Но и другим Аллах сегодня не дает «Изза», уважение. В этом же аяте написано, ты должен довод принести на то, что где написано тому уважение. Вы понимаете, о чём? В Коране, ищите, часто читают эти аяты и говорят, вот написано, что Аллах даст власть, вот написано, что Аллах обещает власть Ибрагиму алейсаламу, вот написано, что власть тому Аллах дал. Кто сомневается в этом? У нас нет никакого сомнения в этом. Мы говорим, что это аяты, которые вы прочитаете, это принимается для того, чтобы не выбрать своего халифа. Где в Коране написано, не должны выбирать свой халифа? Где написано, покажите меня, где? Или же, где написано в Коране, что Аллах должен назначать? У нас, на самом деле, смотрите, проблема здесь другая. Проблема такая, что у нас нет разногласий в том, что Аллах даёт власть. А у нас разногласий в том, что где написано, что Аллах назначает власть. Даёт власть, это ирта, а назначат, это интихаб. Аллах говорит в Коране, «Ам лахум насибум миналь мулки». Неужели у них есть дол из власти? Если они не уйдут люди, они не дали ничего не дали. Никаких это пятнов. Пятнов даже ничего не дали людям. Они уйдут люди, они не уверены люди, чтобы они не романят людям, потому что Аллах дал своё благо людям. Абсолютно никаких сомнений в этом нет. Это, наоборот, наш довод против них. Почему? Потому что Аллах говорит, То есть получается, что у них есть долг какой-то из власт. Про кого это написано, который возражает власть людей? Аллах говорит, Те, которые возражают, почему Аллах дал такому. В частности, это общий аят, в частности, по Абу-Бакру, алейхиссалам. Те люди, которые сегодня возражают, почему Абу-Бакр был власть, Аллах говорит про них же. Если у них был бы в контроле власть, то они бы не дали, никак пятно бы не дали Абу-Бакру. Но Аллах говорит, это в моем контроле, кому я пожелаю, тому и даю. Это не в контроле, в шиитов и так далее. Яхуди завидовали кому? Завидовали пророку, что Аллах даровал ему Нубуа, потому что он не был еврей. А потом начали завидовать Абу-Бакру и Ромару, что Аллах дал ему власть. Неужели они будут завидовать то, что Аллах ударил свои благи, благи по отношению к Мухаммаду, это откровения, по отношению к Абу-Бакру, это является власт, по отношению к другому, другое благо, по отношению к какому-то алиму, это знание, по отношению к любому фазлу – это благо. Завидовать не надо Абу-Бакру, почему у него благо было. Не только оказываются яхуди за видой. Аллах, Аз.Д. говорит, не переживайте вакхад атына аля Ибрахима китабу и хикма. Али Ибрахим? Вы были евреи. Вам Аллах, Аз.Д. даровал книги, даровал мудрость, то есть сунна, и атынах мулька азима и даровал им великой власть. Вас тоже Аллах испытывал, у вас свою долю был, вам тоже Аллах даровал все. Сейчас не надо завидовать дальше. Тем более, как Мухаммаду Расулуллах является Али Ибрахим, так же Абубакар Али Иссалам является Али Ибрахим. Али Ибрахим власть доказана из этого аята. Поэтому возражение против власть Абубакара Али Иссалам, это возражение против Корана. Обратите внимание, это на самом деле два важные вопроса. Две важные вопросы. Первый. Когда человек говорит, что Аллах дает власть, и кому Аллах смотреть? Когда человек говорит, Аллах дает власть, и кому Аллах дал власть, таким-таким Аллах дал власть, Дауду, Туалуту и так далее, и так далее. Это абсолютно правильно, это никакое сомнение, и сомневаться в этом является куфар Акбар. Но номер второй вопрос. Когда человек говорит, что Аллах выбирает правителя, и правитель будет человеком, которого Аллах выбрал, избрал Аллах, выбрал Аллах, и люди не имеют права выбрать своего правителя, то это является куфар Акбар. Две разные вопросы. Почему? Потому что ложный Аллах, его посланник. Человек вышел из ислама, вы скажете, а почему, если человек сказал, что не будет того человеку правитель, харифа не будет, про кого не скажет Аллах, потому что Аллах предписал себе, что он дает власть, и пока Аллах не скажет в Куране, что или в Откровении, что тому я даю его власть, он не будет власть, и не имеет права люди, чтобы они выбрали своего правителя, это почему куфар? То есть убеждение шиитов, которые вы сегодня говорите. Почему это куфар Акбар? Какой довод на это? Это потому что ложно Аллах, его посланника. Нигде не написано, нигде не говорит о том, что человек не будет, человек, который не сказал, Аллах не выбрал, то он не будет халиф, не написано такое в Куране, не написано, что нельзя выбрать своего халифа. Такое, они ложно говаривают на Аллаха, его посланника, а ложно Аллах, его посланник, это что? Если вы скажете, что написано в Куране или в Суни где-то, что Аллах говорит, что не выбирайте своего правителя, то покажите нам, где это написано. Или вы скажете, что в Куране где-то написано, что Аллах выбирает правителя, то покажите нам, где написано, выбирает Аллах правитель, даст и выбирает, это другое вещь. Отдать это другое, а выбор это другое. Выбрать какого-то правителя, это не написано в Коране, что именно того Аллах выберет, если про кого Аллах скажет, будет официальный, легитимный халиф. Не написано. Не написано. Если написано, то покажите нам, Гри. А это не написано, это ложно Аллах и упаснанника. И Аллах Аззава Джалла говорит, «Валакин الذين кафру, يفтарون على Аллах الكذиба, и кафарهم لا يعقилون сур. Алма-еда 103». «Валакин الذين кафару, но те, которые являются кафирами, يفтарون على Аллах الكذиба, сочиняет ложно Аллаха». Довод на то, что сочиняет ложно Аллаха является кафар Акбар. Аллах Аззава Джалла, в Сударе, на Анаамат номер 21, говорит, «Ваман азламу, мимма нефтара على Аллах козиба, и кто может быть более залим, более несправедливый того, кто сочиняет ложно Аллаха». Сура Анаам 21, Аллах Аззава Джалла говорит, «Ва يوم القيامة ترى الذين كذبوا, и вылежьте у суддин, те, которые ложно сочиняют على Аллах и на Аллаха, «Уجوههم усрадда». Лицах их будут черные. «Алейса في جهنم амассаллил متокаббирин», развит для высокомерных людей. Место не является, место пробивания не является جهنم. «Ад». И Аллах Аззава Джалла говорит, «Я июханнасу, кулумим мимма фил арди халалам тойеба». Аллах Аззава Джалла говорит, «У люди, кушайте, ешьте то, что Аллах дает вам на земле, халал и чист, дозволен и чист. «Я июханнас, кулумим мимма фил арди халалам тойеба, вала табтару хутуати шайтване, не последовайте за шагами шайтана». «Инна улакум адува мубин». Это является для вас явный враг, «Инна ма амурукум бессу», он призывает вас к плохому, «Вальфахшак мерзостю, у антакулу и к тому, чтобы вы сказали, «Алаллахи мала та'аламуна Аллаха, то, что вы не знаете». Если вы знаете, что написано в Коране, что Аллах выбирает, покажите мне слово «выбор», что Аллах избирает или выбирает. «Выбирает», покажите слово, где выбирает халиф. Это же вы сочиняли от себя. Где написано, что люди не должны? Где Аллах делал харамом? Где Аллах делал харамом, что запрещает Аллах, аз-за-ву-джелла, выбирать? Где написано? Где написано это поле? Смотрите. Аллах, аз-за-ву-джелла, говорит, «Аль-Явма акмалту лакум дьянакум, сегодня я завершил вам ваша религия, сур Аль-Майдар, номер три». Все, завершил религия. В этом завершении религии, что-то что-то добавил, и делал эти религии, это куфр. Обратите внимание, сказать, что выбор халифа не написано нигде в Коране, в Сонне, что выбор халифа является религия. Ты добавил от себя в религии, и стал кафиром. Почему кафиром стал? Потому что ты придумал новые религии, Аллах, аз-за-ву-джелла, в Коране говорит, «Ам лахум шурака, шарау лахум минад дине, ма лам язам бихиллах». Неужели для них есть другие объекты поклонения, которые они поклоняются, которые для них придумали, озаконили, делали, устанавливали шариат, то, что Аллах не разрешил, то, что Аллах не сказал. То есть оказывается, у шиитов какой-то другой шариат, где написано, что Аллах выбирает правитель. А это в Коране где? Написано, что если, что какой-то другой шариат, что люди не имеют права выбрать по своему урфу своего халифа. Где запрещено? То, что вы говорите, это харам, а то, что вы говорите, что Аллах выбирает, а то, что вы говорите, что про кого не написано в Коране или в Откровении он не может быть халифа, это ваша новая религия, которую для вас придумали, ваша широка. Аллах Азаджал говорит, ам лахум широка. Неужели для них есть широка? То есть объектами поклонения, помимо Аллаха. То есть сотоварищами с Аллахом. Шаул лахум минаддин. Они придумали для них религию. Ма лам язам бихиллах, которую Аллах не разрешил. Это аят указывает на то, что никто, кроме Аллаха, не имеет права, чтобы хоть малейшее что-то делать, добавить в религии. Даже Мухаммадур-Расулллах не имеет права добавить что-то в религии. То, что он получал в Коране и Сунне, это откровение было. Без откровения его слова не являются религией. Даже Мухаммадур-Расулллах, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, его слова, его дела обычно не являются религией. Как может быть чья-то другая слова и чья-то философия может религия? Это Ширк Акбар. Сура Шура, номер 21, я вам прочитал. Очень осторожный ислам – это очень осторожная религия. Это не так просто. Аллах, аз-за McLaren, детисляет это таквин. Вам надо знать, чем отличается ташрия от таквин. Если вы это не знаете, поэтому вы не знаете Коран, потому что вы не знаете, чем отличается хи си от м感и, чем отличается рабуби от улюхи, чем отличается таквин от ташрия, чем отличается. Это правильно же знать. Тогда только открыть Коран и изучать его. Это с учителями надо изучать. Не просто так, а то попадаете в заблуждение, будете доказывать из Корана то, что Аллах, аз-за-вуджал, не сказал. Аллах, аз-за-вуджал, говорит, Аллах дает детей. Правильно? Кому Аллах дает в Коране написано, кому Аллах дает мальчик, кому Аллах дает девочка, кому Аллах вообще не дает. Но если человек, ребенка, рожает без никах, то это будет неправильно, харам будет. А если с никах, то это будет... Обратите внимание, человек зина делал, у него рождается ребенок. Это ребенок кто дал? Аллах дал. А вопрос такой... Это же харам, почему Аллах дал? Это таквин, потому что вы даже не знаете, что такое таквин и что такое ташри'а. Получается, что для того, чтобы приобрести ребенка, для этого ташри'а является никах. Аллах сказал, никах делайте, потом рожайте детей. Это ташри'а, это шара'а. А таквин, это просто то, что процесс, автоматический процесс, что у вас будет ребенок, даже если не будет или не будет. Аллах Азава Джалла говорит, кушайте хара'а, халал. Халал, кушайте, это ташри'а. Но если вы воровали яблоко, например, и кушали, то тоже пропадает ваш голод. Почему пропадает голод, если вы харам кушали? Потому что это таквин, не ташри'а. Аллах тебе не разрешает воровать, но Аллах делает так, способность в это яблоко так положил, что пропадает твой голод. Аллах Азава Джалла говорит, знания я даю. Хорошо, Аллах дает знания. Ты должен выбрать какого-то университета и так далее. Точно так же для государства ты должен выбрать и систему и так далее. Мы еще раз говорим, Аллах в Коране часто говорит, Аллах дает ризак. Ризак Аллах дает. Написано? Написано. Но эту ризак надо искать или не надо искать? Дома надо сидеть, конечно искать. Так же Аллах Азава Джалла говорит, Аллах дает власть. Но это не говорит о том, что выбрать его нельзя. Инна лиллаху а инна илайху раджуан. Себя не надо подчинить ислам. Те люди, которые действительно Ахлюль-Байт подчиняются, то есть мы, поняли ислам так, как на самом деле Ахлюль-Байт поняли, как Али, как Аиша, как Абни Аббас, как другие-другие сподвижники поняли. Они поняли, а те, которые ложны себя предписывать к Ахлюль-Байт, они ничего не поняли из религии. Аллах Азава Джалла ризак дает, это значит, надо выбрать, не надо ничего. Инна лиллаху а инна илайху раджуан. Обратите внимание, только что это я прочитал. Неужели они будут завидовать то, что Аллах даровал кому-то благо? Благо это что? Это власть. Аллах Азава Джалла назвал что властью благо. И также Аллах Азава Джалла в суру Аль-Джумуа говорит, когда намаз заканчивается, то ищите благо. Получается, что Аллах назвал власть благо и также говорит, ищите это благо. То есть получается, фадл это власть, а и Аллах Азава Джалла говорит, ищите его. Довод на то, что надо искать эту власть Надо людям говорить, что люди Ислам это истинный выбор и так далее И не надо сидеть, что Аллах скажет про тебя Что у тебя будет власть Инна лиллаху а инна илейхи раджиун Аллах Аззава Джалла выбирает Аллах говорит Не выбирает Аллах Аззава Джалла Аллах дает Ты посмотри Разве ты не посмотри Разве ты не слышал от человека Который припирался с Ибраимом Алейхи Салам Насчет его Господа Что говорит Аллах Аззава Джалла даровал ему мульк Про кого сказано Про кафир тагута сказано Аллах Аззава Джалла говорит Он припирался с Ибраимом Что Аллах Аззава Джалла даровал ему мульк Ему власть Сура Бакара 285 Где написано Атаху Аллаху мульк Про кафир Аллах говорит Аллах давал ему власть Теперь что Кафирам у кафиров Который власть Это тоже Аллах дал Но это тагуин Это не ташрия То есть получается так Что ташрия Выбор своего правителя Не является религией Понимаете В каждом вопросе Свой тагуин и ташрия Про никах я вам пример дал Про знания дал так же Про власть Власть есть тагуин и ташрия Тагуин это то что Аллах дает А ташрия это вы должны Вести эту систему По Курану и Сунна Ташрия власти какой Шариатский част Шариатский част В каком-то государстве Или в каком-то власти Какой Права Аллаха Права людей Это Куран говорит А тагуин Часть какой Это то что Аллах дает Тагуин это каждому Ленину Аллах дал власть Это тагуин Фераону дал это тагуин Каждому Али Радзи Аллаху Усману Умару Абу Бакру Это всем Аллах Аззава Джалла дал Власть это тагуин Дальше Ташрия какой Ташрия это не сказано Про индивидуала Ташрия в общем Шариате сказано Вы выполняете Права Аллаха И права людей Но вы не знаете Разницы между Ташрией и тагуин Аллах Аззава Джалла Говорит Аллах Аззава Джалла Говорит Ты Фераону дал украшения И ты Фераону дал власть И ты Фераону дал Мирской вещи Раббан Алиудил Для того чтобы люди Попали в заблуждение Ансабилика Твои пути То есть Сура Юнос Айт номер 88 Обратите внимание Что Аллах Аззава Джалла Говорит Разве для меня не власть Властью Мисра И разве это Сура Зухаруф Айт номер 51 Довод на то что Довод на то что Аллах власть Был в кого у Фераона Про эту власть Аллах что говорит Мусак говорит Это ты Ты дал Средства это То есть Это жалуется Не на Аллаха А жалуется на Фераона Что он Ты дал ему власть Ты дал ему Зина Ты дал ему имущество И так далее Это все И он Ослушается И вводит люди В заблуждение Барак Аллаху Фикум Получается так что Аллах Аззава Джалла Иногда дает Власть кому кафиру Чтобы Люди поняли Поняли силу Аллаха А второй Чтобы Люди Благодарность проявили Когда у них Власть придет Из кафира К ним Если Аллах Смотрите Если Аллах Аззава Джалла Дает зал ему власть То люди Народу Надо Тауба Делать Чтобы Аллах Поменял Эту власть Потому что Из-за людей За то что Люди Сочиняют Люди Много грехи Дирают Поэтому Власть Плохой Придет А когда Люди Хорошо Себе ведет То Аллах Аззава Джалла Обещает Коран Мы же Проходили Это Аят Мы же Говорили Аллах Поменяет Власть Тоже Это Земля Аллах Создал Аллах Аззава Джалла Как Аллах Аззава Джалла Это Очень много Примеров Сейчас У нас Нету Время Пример Просто Я хочу Предложить Следующее Самое Важное То что Относится Сегодняшним Уроком Очень Относится К Сегодняшним Уроком А это Предложение То чтобы Я и Все Намерения Поменяли Что Наша Цель Не Должен Кто-то А Наша Цель Должен Доволь Что Аллаха Все Это Очень Важно Это Как Раз Относится К Этой Теме Чтобы Мы Намерения Делали Чтобы Мы Искали Не То Чтобы Доказать Своего А Именно Что Намерения Правильно Делали Чтобы Довольство Аллаха Получат А вопрос Следующий Получается Такой Как Нам Надо Довольство Аллаха Получать Из Этого Курана И Сунна Как Мы Довольство Аллаха Можем Получать Очень Серьезный Вопрос Очень Серьезный вопрос «Как мы можем получать довольство Аллаха?» Вы задавали себе такой вопрос? Из этого Корана и Сунна «Как мы можем довольство Аллаха получать?» И очень простой и ясный, и явный вопрос. Никакой мусульман не может противоречиться этому, потому что ответ написано в Коране. А это простой, идеальный ответ такой, что Аллах в Коране говорит, что были люди, которые получили довольство. Вот так будете себе вести, и так будете понимать Коран и Сунна, то вы тоже получите довольство Аллаха. Тогда следующий вопрос такой, какие же это люди, которые получили доволство Аллаха? Если мы сегодня тоже так же поймем в Коране и Сунна, то мы получим доволство Аллаха. Какие же это люди? Нам надо показать, срочно надо искать, потому что нам нужно доволство Аллаха. Мы ищем доволство Аллаха, нам срочно нужно искать те, которые получили уже, потому что когда кто-то что-то получил, и Аллах об этом объявил, то значит нет сомнения в этом. Нам надо точно так же понимать этот Коран. Оказались это с подвижниками. Про сподвижник Аллах в Коране говорит сурат Тауба, что они получили довольство Аллаха. Аллах Аззава Джалля говорит Первая порция мухаджиров, которые мухаджиров первые, кто пришли вместе с пророком и до пророка, это первая порция. И помощники, которые встретились в Мадине, мухаджиры, кто были сподвижники, ансары, кто были сподвижники? Валлазина и те, которые таба'уهم би-ихсан. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Шиити говорит, это и говорит про Али, это сказано про Али. Я это не буду говорить, что они говорят, но я не знаю, что они говорят. Я это слова не буду добавлять. Теперь смотрите. Аллах Аззава Джалля говорит Валлазина таба'уهم би-ихсан. Обратите внимание. Аллаху Акбар. Те, которые первые хиджра делали, Аллах им объявляет доволство, и те, которые присоединились попозже делали. Если вы скажете, это про Али. Ты мне скажите теперь. Али первый хиджра делали Абу-Бакар. Али, раздавая он, уже остался в Маке. А Абу-Бакар, раздавая он, первый хиджру совершил. И Аллах Аззава Джалля говорит про те, которые первые совершили. Говорит. В первую очередь речь идет про Абу-Бакар, потому что Абу-Бакар, алейхи салам, именно вместе с пророком был. Дальше про Али речь идет. Конечно, идет. У нас нет никакой ненависти к Али, и те, которые последовали. Потом делали хиджр после них. Аллах им доволен. Аллах объявляет свое доволство им. Аллах приготовил для них жаннатин таджри. Аллаху Акбар. Аллах приготовил для них рай. А шиити сказали, но они потом стали лицемирами. Значит, рай, который Аллах приготовил, это все зря приготовил. Аллах не знал. Аллах Азаваджилла говорит, для них Аллаху готовил рай. Но когда Аллах готовил, не знал, что Абу-Бакар и Аумар потом кафирами становятся. Сайя Аль-Бухари, хадис вперед, от Расулу Аллаха, салам, говорит, я увидел в раю дом, но не зашел туда, мне сказали, что дом Аумара, потому что думал, что Аумар ревней. Аумар заплакал и сказал, упаснанник Аллах, не подноси к тебе же, я ревнуи. Сайя Аль-Бухари, хадис передает, посланник Аллах, говорит, я увидел в раю дом Аумара, алейхиссалама. В Коране Аллах Азаваджилла говорит, уа адзалахум, жаннатин таджри, тахталанхар, Аллаху готовил для них рай. Но оказывается, не знал, Аллах не знал, что оказывается, они потом лицемирами станут. И нам предлагают, чтобы мы терпинация делали. Это кому надо делать терпинация, чтобы выкинуть эту грязь из мозга? Аллах Азаваджилла говорит, что нет сомнения в том, что ты сподвижники. Это и ансары, и мухаджиры, и так далее. И Аллах Азаваджилла, ссура Фатхайта номер 18, говорит, ла кадр, ради Аллаху анилмуаминин, из юбайуна, ка тахта щедра, Аллаху акбар. Четко сказано, Аллах говорит, я доволен тем, кто присягу дали тебе под дерево. Скажите мне, это кто был только Али? Ради Аллаху анилмуамин. Или там были больше тысячи еще сподвижники? Ради Аллаху анилму. Ла кадр, ради Аллаху анилмуаминин. Или это надо аннулировать, это аят, значит. Куфор не делайте с аятами Аллаха. Доволство сподвижники получали, теперь если вам нужно доволство Аллаха, то у вас другой путь нет, потому что путь только один. Аллах Азаваджилла в Коране говорит, что в Коране Аллах Азаваджилла говорит? Говорит о том, что путь у вас только единственный. Сиратал Мустаким, Сират, единственное число, второе, двоинственное число и третье. Нету, множественное число. Почему Сиратал Мустаким? Потому что он единственный путь. А это путь чья? Кто получил доволство? А это кто получил удовольствие? Сподвижники. Туда уходят и Али, и Хасан, и Хусейн, и супруги, и Фатима, и все, разъяллаху ануху. Мы когда говорим сподвижник, это не значит, ахлибайд мы отделяем. Ахлибайд это, конечно, туда входит. Не надо разделять сподвижники и ахлибайд. Нет, 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 нет. Это ложная классификация. Ахлибайд мы любим. Ахлибайд это есть как раз. Исподвижники. Мы вместе говорим, мы не исключаем. Али, ради Аллаху, наш учитель. Наши книги, посмотрите. Очень много аятов мы поняли, так как Али, ради Аллаху, он понял. И передаем. Али, ради Аллаху, он говорит. Аллах, аз. 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 говорит, я, айуха, лазина, аману, майяр тадда минкум ан динихи, фасоваяти Аллаху, квоминь. Аллах, аз. 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 говорит, о те, которые уверовали, иисле, кто-то из вас стал муртадом, то Аллах приведет такой народ, квоминь народ, юхиббухуму, юхиббунь. Они будут Аллаха любить, и Аллах их будет любить. Аллаху Акбар. Сура аль-майдат, номер 54, 55. Обратите внимание. Я, айух, лазина, аману, майяр тадда минкум ан динихи, муртады. Стали после пророка, салла Аллаху? Да, стали. Кто с ними сражался? Фасоваяти Аллах. Кто? Обратите внимание. Ты муртады, которые, в Кур'ан сказал, что ты, которые, иисле, кто-то стал муртад. Стали? Да, стали. Сахия аль-Бухари, откройте. Люди стали муртадыми после пророка, салла Аллаху, аз. 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 говорит, иисле, вы стали муртады, то фасоваяти Аллаху. Аллах приведет против вас, каумин, народ. А этого человека, который сражался с этим муртадом, это кто был? Абу-Бакар, алейхиссалам. Бе каумин. Каумин, это сподвижники. Аллах объявляет. Что объявляет? Аллах их будет любить, и они Аллаха будут любить. То есть Абу-Бакар, алейхиссалам, Умар, алейхиссалам, и другие сподвижники, радуя Аллаху анхум. В первую очередь Абу-Бакар сражался с муртадами, и Аллах, аз. говорит, из вас, когда кто-то стал муртад, и против них будет, кого Аллах поставил против них, они будут такие люди, которые Аллах их любит, и они любят Аллаха. Ибни Абихатин, посмотрите, قال Хасан, Хасан аль-Басри говорит, «Хуо в Аллахе Аллаху Акбар». Смотрите, как религия поняла, ученики сподвижников, Хасан аль-Басри, что говорит? Ибни Абихатин передает от Хасана аль-Басри и говорит, «Юхиббу хуму юхиббу хуму юхиббу хуму юхиббу хуму юхиббу хуму». Говорит, Хасан, Хасан говорит, «Хуо в Аллахе Абу-Бакар, у азхабу хуо». Это в Аллахе речь идет про Абу-Бакар, потому что он сражался. И азхабы и его сподвижники, кто был? Умар, был Усман, был Али, был Абдурахман, был Ауфель и другие были, ради Аллаху ану. Имам Ар-Рази говорит, обратите внимание, нам надо понимать, как религия поняла, ахл-байд. Али, ради Аллаху ану, как понял. Имам Ар-Рази передает, тапсир дает этому аяту, обратите внимание, «Факал Али и Бен-Аби-Талиб, али и Бен-Аби-Талиб, р.áz Banу Хасан, Катада, Бен-Джурейж и Александр, Бен-Хасан, Бо Хасан, Катада, Бен-Джурейж и Бен-Джурейж и Бен-Джурейж. Они Абубакар и азхабы, эти иис Абубакар и сподвижники. Абубакар и сад Бен-Видд, они были крики по Питере и сгрузодам. Говорит ihn, ради Аллаху ану, оба. имама раи передают от него теперь есть у нас какой-то другой путь нет аллах азажала говорит это единственный путь подвижников надо понимать религия так как они поняли довольство получите иначе не получит аллах азажала говорит ва ин аману би мисслима аманту бихи факаде тогда если они остальные так уверовать как вы подвижники уверовали аман том как вы уверовали сегодня обращение кому те которые жили во время пророка салла аллаху алейхи ва салям фахад ихтадо ванибулит на прамомпути ва ин тавалла вислияние твирнулись ва инна ма хум фишкахту а не увраждаю ва Аллахи текатурят вирнулись атабу бакра умара усмана али радия аллаху анхум а не фишках а не увраждаю тс аллахам а не не висцин а не не напутки да волстополучит а не а не фишках коран говорит а не фишках сурал бакра сту тридцать сэм рассубование другие другие четки с права с лего это разные пути получается punto сколько один единственный путь. По этому пути, если будешь идти, ты получишь довольство Аллаха. Это путь сподвижников, они получили довольство Аллаха. И посланник Аллаха сказал, и любой путь из этих разных чертей, которые начертил по разной стороне, это пути, на каждого есть шайтан, то есть шайтанские пути бросите, это шайтан вас призывает туда. Потом посланник Аллах прочитал, И это читает церковь, этот сирот нестимый, и не бойтесь. Падет. И это читает церковь. И Chronик Аллах, янт. 10. Али разъявил Аллаху, он никогда понял, Али разъявил Аллаху, он говорит, что Гайра сабили муаммени не имеется в виду сподвижники Расулу Аллаху, сур-Аниса 115. Если ты враждуй посланникам Аллаха и выбрал не путь сподвижников, не путь сподвижников, Аллаху Акбар, нуваллихи ма тавалла, вануслихи джаханнам васаат Масира. Аллаху Акбар говорит, Аллаху направит заблуждение, куда он хотел, и он попадает в ад и плохое место для пробивания. Смотрите все это в сиро. Поэтому единственный путь, если мы довольство Аллаха получим, давайте вернуться к Коране с сунном понимании сподвижников. На сегодня все, завтра продолжим.